но у нас решили провести здравствуйте уважаемые друзья решили провести конференцию потренироваться скажем тогда вот так как юрий николаевич предстоит какие-то взаимодействия штабе навального что решили сделать акцент на такие эфиры сегодня у нас как бы тема такая прошлый раз обсуждали больше политику сегодня мы тоже затронем от темным но основная тема это мистическая сторона жизни и науки то есть мы постараемся поговорить о тех каких-то процессах которые происходят о которых человек не имеет представление как правило но они и завязаны на все жизни дети на все сферы жизнедеятельности том числе и науку и политику но и передаю слово на юрий николаевич на максим это вообще тема она и интересная и одновременно трудно и ее стараются избегать хотя бы потому что каждый человек многим людям кажется что это он именно он такой вот даже не знаю как слова что именно он есть на этом свете и от него все зависит что вот есть некая личность под названием человек вот он решает он голосует он решает какие-то проблемы на самом деле мое мнение что это глубокое заблуждение мы все так просто вот та же самая политика та же самая наука что касается именно человека то человек состоит не только из мяса и костей мясо в хорошем смысле потому что наше тело состоит из миллиардов клеточек клеточки конкретные в каждых органах и все эти клеточки живые и во все у всех этих клеточек внутри есть свои проблемы вот наверняка они есть то мы просто не можем знать вот и есть еще такое как бы руководитель всего этого безобразие под названием человеческое тело душа если душа у человека вообще скажем так не путевая то тело постоянно влезает в какие-то неприятные ситуации то кому-то там по мордам то кого-то там еще куда-нибудь что-нибудь с ним случается но при этом каждый человек вот это я сделал это вот мое решение некоторые из этих людей ну большинство в общем то и не задумывается может быть такой вот этой темы существует такое понятие как душа вроде все мы чувствуем что у нас есть душа то есть никто кто управляет телом то выше вот у которой есть какое-то особое предназначение но при этом особенно материалисты они говорят что никакой души нет я как-то беседовал с одной женщиной которая давно была сейчас попробую должность вспомнить это было при советской власти она была председателем чего-то такого в горкоме значит не вот мы с ней так заговорились да я материалист я ее спросил если материалистка у вас душа есть она сказала у меня души нет вот как бы такой ответ но это все до поры до времени и возникает очень простой и интересный вопрос а как же может быть устроен мир именно не как он устроен а как он может быть устроен где душа в этом устройстве занимает определенное положение места или же выполняет какую-то функцию вот на эту тему хотелось бы поговорить потому что так называемые люди у которых есть души и некоторые из которых не признают это они вершат судьбы как бы вершать судьбы людей народов стран и даже всего земного шара ну то есть почему земного шара достаточно одному идиоту нажать красную кнопку и и понеслась поехала и от нас мало чего останется выжить практически шанс очень мало поэтому хотелось бы поговорить на эту тему и хотя бы для себя чтобы каждый для себя мог хотя бы задать вопрос а действительно как же так может быть устроен мир да вот и кто мы такие и почему мы принимаем те или иные решение вот я думаю что ну в политике просто в жизни и в том числе в науке я думаю что эту тему хорошо обсудить но прежде чем приступить к этой теме я хотел бы передать слово виктору потому что он хотел высказаться по поводу предыдущего предыдущего семинара конференции семинара онлайн семинара вот вероятно на том семинаре некоторые какие-то положения которые были озвучены они его задели так да 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 пожалуйста да юрий николаевич открыл прошлый семинар указав что состояние ну связано с состоянием дел в государстве вообще вот я с этим полностью согласен там опять таки так же как и не знаю ука может быть может как-то быть организованнее и стараться отгородиться в обществе но явно не на длительное время вот и а и как раз участие ученых в политике до необходимости реагировать и в том числе какая политика нужна вот в интересах ученых просмотрев уже запись конференции в комментариях уже высказал некоторые мысли но развернуто там удобно сделать вот я хотел бы просто зафиксировать да вот в этой системе конференции что прозвучало следующая вещь вот есть говорить о социальной группы научно-изобретательское сообщество так ее очертим поскольку я к этой группе принадлежу и да соответственно стараюсь смотреть под углом зрения именно этой группы соответственно если бы я считал что нужно принадлежать другой группе я бы там по-другому учился другим бы занимался и соответственно занимаюсь тоже и некоторыми исследованиями и изобретениями и преподавал вот поэтому меня очень волнует прежде всего это и есть такой момент как осознание группы и своих интересов когда группа извините можно перебить а ты можешь поподробнее представиться кто ты кого представляешь какое образование там и так далее потому что все таки худо-бедно как-то к науке мы мы пытаемся ну прильнуть вот зовут меня Виктор Лещиков я из города Санкт-Петербурга вот история моя длинная ну я могу сказать для вот части аудитории которая будет смотреть в том числе что в свое время годов я решил что вот раз есть такое историческое явление когда делаются открытия или изобретения опереждающие время дело кто-нибудь что-нибудь делает там за много десятилетий до того как экономика востребовывает эти идеи и я вот захотел поискать такие и на тот момент уже РУНЭТ развивался активно и я вот погрузился в так называемую альтернативную науку вот тех авторов которые оказались там вынуждены то есть они нормальные ученые нормальные исследователи просто они опередили вот мы опередили время поскольку они понимают что действительно что-то такое ценное сделали они это бросить не могут но их общество и научное сообщество их выталкивает вот сферу значит их там можно найти и если ты как бы разберешься просто узнаешь мне интересовало хотя бы как бы заранее узнать а что будет вот там какой будет следующий технологический уклад и так далее я решил что если найти вот таких вот опереженцев которых куда-то на обочину вытеснило вытеснило то можно значит узнать вот поэтому в середине 2000-х годов или даже в начале 2000-х там по переписке познакомился с когда он еще приглашал на лекции в Абакане я с Александром Юрьевичем Кушелевым познакомился в 2000 в 2004 году лично познакомился и в общем за альтернативной наукой слежу потом я несколько ушел так сказать в свои занятия отдалился вот поэтому я такой собиратель научной теории изобретений причем как тех которые получают официальное признание так и тех которые официального признания почти сейчас не получают хотя на самом деле ничем не хуже просто в силу некоторых обстоятельств оказываются в маргинальной сфере долгие прошедшие годы я и сам научился исследования проводить и сам некоторые вещи разрабатываю где-то года с ну 2013-го при моем участии сформировалась сформировался небольшой коллектив который уже вот эти знания пытается притворить в план внедрения вот как говорится есть стадия исследований которая извлекает какие-то знания о мире потом есть стадия изобретений на основе этих исследований создаются какие-то технологии стадия организационная когда эти технологии внедряются и приносят экономические или политические эффекты выделить три этапа то есть мы что-то узнаем новое о мире у нас сразу появляется возможность создавать новые изобретения то есть новые технологии которые раньше без этих знаний о мире не были возможны ну и соответственно третьем этапе мы внедряем и тут вот только вот на этом третьем этапе такие массы начинают видеть результат в принципе можно уже на стадии открытия да оценить перспективу но для этого надо учиться анализировать да тенденции развития да разные можно на стадии технологии оценить перспективу но соответственно широкие массы они уже видят когда есть уже какие-то организации которые применяют эти новые технологии политический там всякий эффект вот тогда уже значит уже до всех доходит что что-то произошло да но на самом деле начало вот этого исторического процесса появления нового технопада оно науки всегда начинается с вот ну открытия каких-то новых феноменов да еще даже те кто их открывают они могут не знать для каких технологий это пригодится процесс уже начался вот ну и соответственно я обнаружил что вот занимаясь вот этим поиском и собирательством могу так сказать подтвердить и это отдельная тема просто мне не хотелось бы на себя перетягивать внимание вот что на самом деле вот в постсоветской России интересное можно сказать социальное явление да но у нас в общем-то в науке произошла там научная революция да сравнимая на мой взгляд мое мнение да с появлением естествознания в Европе вот то есть потому что а по разными исследователи которые иногда друг другом знакомы иногда незнакомы иногда это люди имеющий какой-то официальные должности в институтах Иногда это люди маргинальные Иногда это люди там крепко стоящей на ногах и они живут а иногда это люди только занимающиеся исследованиями да и там И не крепко стоящие, наверное. Вот они по множеству отраслей знания произошли, пришел пересмотр вот тех представлений, которые в основном западными европейцами создавались там в предыдущие века и сегодня считаются официальным мировым научным стандартом. Это очень интересная вещь. Причем, если мы будем смотреть, как начиналась европейская наука, то там будет все то же самое. То есть там тоже будут какие-то и маргиналы, и где-то там священнослужители, люди, у которых есть какой-то статус, иногда бедные люди, какую-то спонсорскую помощь получающую. Но на момент создания естествознания в Европе, европейское, оно вообще понятия не имело, что тут пересматривают, где-то под боком ходят, пишут, дискутируют какие-то, значит, карты и ученики их и так далее. И что на самом деле из этого потом получатся прикладные технологии, из этого потом получатся европейская армия, из этого потом получатся промышленность, ну а дальше, соответственно, всякое могущество, уровень жизни, победа над болезнями и так далее. И то, что сейчас происходит, очень похоже. Причем у этих открытий есть общие черты. Опять же, несмотря на то, что это могут быть разные сферы, физика, там еще что-то, и люди могут друга не знать. Но есть общие черты. Значит, одна из таких черт, вот можно сказать, нашей передовой науки, в отличие от европейской, это преодоление специализации. Ну, как бы следующий шаг, это, ну, там, когда люди берут и, например, моделируют экономику целиком. То есть вот раньше, как было, там, макроэкономика, там, мировая экономика, да, ну и, значит, есть институты, которые занимаются разными. Потом, значит, есть наши экономисты, замечательные, которые просто берут и вот для этого по-новому смотреть на экономику. Но они просто берут и создают экономику вот целиком. То есть они, более того, они говорят, что запрещено моделировать какие-то маленькие участки. Вы не сможете правильно смоделировать, если вы, там, скажем, вы должны мировую экономику моделировать, в ней, в них, там, предприятия, отрасли, в отраслях предприятия. Вы должны кучу данных собрать, вы должны математически, очень сложно, и в итоге вы тогда сможете предсказать, там, для отдельного предприятия ситуацию на рынке и все-все-все. И это характерно. Вот такой универсализм, причем универсализм обязательный. То есть никаких от универсализмов наши, так сказать, передовые мыслители не позволяют себе делать отступление назад. Интересная вещь. А тогда, как, собственно, наука мировая, которую мы знаем, она предметная. Она, несмотря на то, что есть междисциплинарное исследование, все равно это междисциплинарное исследование между предметами. То есть отсюда, но не предлагается именно универсального взгляда, там, широкого, на какую-то гораздо большую область. Вот. В порядке представлений я такой вот собиратель, сам тоже, ну, естественно, изучая разные теории, знакомясь, я не мог не научиться сам тоже. Вот. И сейчас мы с товарищами, ну, я еще в конце 2000-х годов, тоже посмотрев на биографии, на самом деле, еще такая вещь, как биографии этих исследователей. Вот, я понял, что жизненного опыта можно почерпнуть, да, вот из биографии Юрия Николаевича в том числе, да. Как говорится, вам через многое пришлось пройти, чтобы попытаться доказать, да, людей, там, официальных ученых, да, в своих открытиях, и вы получили много отрицательных результатов. Там, не знаю, я, представитель младшего поколения, не сделаю никаких выводов, то есть, скажем так, если я, прочитав вашу биографию, да, я делаю какие-то выводы и понимаю, что, ага, вот этот путь изучен, этот путь изучен. Неужен, да, значит, вот не надо повторять, надо сделать выводы и постараться найти, значит, какой-то способ успешный. Соответственно, тогда и ваши все мучения будут не зря. Их можно будет засчитать, как вот тоже исследовательскую такую, только социальную деятельность, да, как бы отбраковавшую некоторые подходы. Я решил, вот посмотрев на опыт старшего поколения, что я не буду делать так же, да, но я попытаюсь, что очень не хватает организации, которая могла бы выступить заказчиком для внедрения вот этих вот всяких разработок, причем сама организация, ну, поскольку вот такой организации не находится, которая бы нормально, вот, помогла бы, да, там, подготовить специалистов, которые бы эти идеи там дальше развивали и внедряли, да, там, где-то помочь материально, ну, чтобы все это нормально, наконец-то, да, заработало. Тоже нужно строить какими-то новаторскими способами. То есть, вот, ну, не потому что, почему, есть определенный пласт идей, которые нынешняя экономика, там, нынешняя организация, ну, не берут. Вот, причем ни у нас не берут, ни на Западе не берут. Потому что, и на самом деле, есть и в Северной Америке тоже, да, вот эти движения за свободную энергию, там тоже есть эти лаборатории, там тоже есть эти энтузиасты, им жгут лаборатории, там, независимые журналы бьют по голове в темном переулке, приключения, там, и в Великобритании, и в Канаде, и в Северной Америке, есть такие же истории, как и у нас, в общем, то есть, это какая-то объективная история, да, просто эти знания, они относятся к следующему техноукладу, даже к чему-то большему, чем следующий техноуклад, вот. Вот, и нынешние организации, те люди, которые отобраны, да, в руководство, хорошо учились вот этим старым, они просто, ну, не принимают, они искренне совершенно не знают, как с этим иметь дело. Вот, поэтому нужно, значит, какую-то сделать организацию, которая бы специально была предназначена для внедрения этих знаний. То, что, если я, там, не знаю, займусь, вот физикой займусь, там, или той же, там, теоретической экономикой, или биологией, то я повторю эту же судьбу. То есть, ну, да, я тоже могу развивать эти идеи, да, покажусь в такой же ситуации. Я попробовал заниматься изобретательством именно в организационной сфере. Вот, и сейчас вот с небольшой группой товарищей мы эту тему двигаем постепенно. Создать, тоже из изобретений создать. То есть, организация, которая вот, она вся, она тоже должна быть изобретена. Она не должна быть просто, вот, по учебнику скопирована, делают организации сегодня. Вот, но она должна при этом отвечать задачи, еще и помочь внедрить вот те знания в разных областях, которые созданы, которые валяются десятилетиями. Вот это, что касается самопредставления. Какое имею отношение, да, там, к альтернативной науке. Ну, ее, там, не знаю, сейчас, я потом скажу. Ну, и в связи с этим, в том числе, да, раз уж я представился, вот, и к политике у меня отношение такое, что мы, группа, мы представители этой социальной группы научно-изобретательское сообщество. То есть, это люди, которые делают три вещи. Развлекают впервые там свою голову и в какие-то там письменные, впервые знания о природе. То есть, они узнают что-то, что есть в реальности, это описывают, впервые вводят это в культуру, да. То есть, так, в принципе, как говорится, да, вот, может ходить по залежам урана, подвергаться облучению, но оно не знает, что это уран, не знает, как его применять и так далее. Значит, если ученый какой-то исследовал это впервые, он впервые это описал, значит, вот, некое явление, которое оно было, люди с ним сталкивались, но его не видели, не понимали, не воспринимали. Он его, значит, из мира ввел. Это первое, да. Второе, когда эти знания есть уже в голове, то создаются изобретения. То есть, что-то планируется, что мы сейчас с помощью знаний мы построим что-то, чего никогда в природе не было. Устройство его не было в природе, оно сначала замысленно, потом воплощено. Это второй вид деятельности. То есть, есть вот наука, есть изобретательство. Ну, или творчество, да, в широком смысле. Творчество более узкое, да, вообще это творчество. И третье, это издательское дело, потому что в любом случае вот эти знания все, их надо издавать, надо учеников готовить, всем о том, что появилось, распространение знаний. Соответственно, нужно издавать. Издавать надо иногда красиво, иногда нужно макеты строить, иногда, то есть, это не обязательно тексты, это не обязательно картинки, не обязательно фильмы. Строить какие-то макеты, то есть, доносить знания разными способами. Исходя из того, я считаю, люди, которые занимаются этими тремя видами деятельности, это научно-изобретательское сообщество. Общественный интерес этого сообщества связан с максимальным благоприятствованием этим трем видам деятельности. То есть, я как представитель научно-изобретательского сообщества, поскольку я считаю, что то, чем я занимаюсь, это самое важное, ну или, скажем так, это очень важно, причем не только для меня, но и для общества. Знания – это здорово, технологии – это здорово и так далее. Политика государственная должна быть такой, чтобы она максимально благоприятствовала и исследованием, и изобретательству, и внедрению, и внедрению знаний, ну и издательскому делу. Причем именно издательству не любому, а именно издательству вот этих знаний, вот этих изобретений, всего, что нужно для специалистов, пользователей и так далее. Простой вопрос. А зачем? Потому что мы жизнь, мы такая форма жизни, которая живет при помощи создания… Которому это нужно. Да, да, при помощи познания и изготовления разных средств. Животных, которым приспособятся к окружающей среде, им надо изменить тело, причем генетически, ну, в результате отбора. Им нужно размножиться, чтобы кто-то умер, ну и так далее. И что нам, чтобы приспособиться к среде, нужно заменять вот эти вот технические дополнения всякие. То есть мы должны изучать, мы должны изготавливать себе дополнения, с их помощью приспосабливаться к окружающей среде. Это как бы, на мой взгляд, это в природе человека. А, Виктор, вы уверены, что это в природе человека? Потому что вот мы сейчас немножко здесь зацепимся за мистику. Вот смотри, если котенка, ну или же там щенка, да, поместить в клетку со львами и воспитать там, так, то котенок все равно будет мяукать. Если ты его к инопланетянам поместишь, он все равно будет мяукать. А человек, если его поместить в другую среду, к примеру, опять-таки стандартный пример, к волкам или к обезьянам, да, он уже говорить не будет, он не будет мыслить. И у него не будут возникать таких же мыслей, как у вас. Вопрос, почему котенок остается котенком, а человек не может остаться человеком в том виде, в котором мы как бы считаем, что вот мы вот такие по природе. Может быть, что-то другое здесь с этим связано. То есть, кто-то нам, ну кто-то это в кавычках, да, пока возьмем аккуратненько. Значит, кто-то или что-то нам помогает стать таким. Вот представьте, да, вы родились, мы все родились, да, и нету взрослых, которые бы нас научили. Скажите, кем мы будем, ну понятно, да, там за большим забором на большой территории изолированной. Вот детей бросили, им там кидают мясо, ну, чтобы они не помнились голодом. И вот они дорастают до нашего с вами возраста. Так, значит, кем они будут? Будут ли они людьми? Вот именно здесь и возникает вопрос, который позволяет нам судить об отличии человека от других животных. Слон, он останется слоном всегда. Тигр, тигра. Да, он может быть там, будет более мягким, потому что, но если он будет хотеть жжать, он и вас съест, как хозяина в конечном итоге. Что ж такое человек? А если человек, это не то, что родилось изначально, я привел пример, доизолированная территория, мы будем просто бегать, бегать, как некие живые животные существа. У нас будут, естественно, там свои какие-то способы коммуникации, да? Но мы будем не выше обезьян, будьте уверены, так? Мы не заговорим. У нас не будут возникать мысли о том, чтобы построить какой-то космический корабль там, или же построить телескоп там для изучения чего-нибудь, понимаете, да? Вот, что это? Поэтому, когда мы говорим, вот человек, надо очень хорошо понимать, что есть человек, откуда вот в том, что мы называем человеческое, корни торчат. Ну, если вы хотите знать мое мнение, а я тоже имею право иметь свое мнение, да, то возникает, ведь не зря у людей возникают такие сравнения, что, допустим, вот есть, к примеру, компьютер, да? Вот, в него можно загрузить, он работает, он включается, да, да, даже там пиликает, так? Но если в него не загрузить какую-то программу, так, то он, но программы могут быть плохие и хорошие. Вы понимаете, в чем фокус, да? А что касается животных, то такое ощущение, что там уже они рождаются с программой. А мы рождаемся. Ну, здесь, здесь очень тонкий вопрос, да, потому что у меня, вот из моих наблюдений, да, возникает такое ощущение, что мы, вот дети, которые приходят, ну, я наблюдал за своими детьми, да, вот, они, когда приходят на этот свет, некоторые из них помнят, что они, и даже пытаются говорить на том языке, на котором они, ну, понимаете, да, вот, откуда они. А потом этот язык забывают, ну, язык для нас бормотание, да, ну, птичий язык, скажем так, вот, а потом они не забывают. Тогда вопрос, что же такое человек на этой земле? Значит, вот, есть здесь элемент мистики или его нет? Потому что вот вы всегда говорите, вот, я решил, я, вы ли это решили? Что это? Ну, вот, хотя бы такой вопрос. Это вопрос и вам, и одновременно Максиму. Не, ну, Виктор, я не совсем понял, как бы, Виктор, тезис о политике, как бы, не закончил, да, я так понимаю? Чуть-чуть, чуть-чуть не закончил. Да, давайте дослушаем потом. Я, тем не менее, сразу отреагирую. Когда я говорил про природу человека, я имел в виду природа человека как вида, я не имел в виду отдельного человека, потому что пример с Маугли, да, это пример человека, который вот оказался там в каком-то другом коллективе, в данном случае, в коллективе волков, например, и там научился другому. Другие программы записались, вот, а если говорить о человеке как виде, то, ну, человек всегда живет коллективами. И, конечно, вот это вот, вот, к миру при помощи технологий, она есть не у отдельного человека, она в первую очередь есть у коллектива людей. То есть всегда есть какое-то разделение труда. Когда один что-то изучает, другой там помогает, выполняет другие виды деятельности, потом они вместе строят. То есть на самом деле это, конечно, ну, а потом, допустим, один человек может одеть в скафандр, там, сесть в машину, да, он может один поехать, но это все равно, если мы рассмотрим целиком процесс, то эта машина, она, даже один человек может даже машину построить там своими руками, тогда знание собирала для него какая-то группа, да, материалы добывала, и ему обменяла на что-то какая-то группа. То есть всегда, если мы будем целиком рассматривать процесс, то это всегда действует коллектив. Даже если на острие этого действия потом в конце окажется там один Юрий Гагарин, который там улетит, да, почему все так радуются к полету Юрия Гагарина, потому что, говорят, это, значит, результат работы всей страны. Если считать вместе со знаниями, то там, на самом деле, половина человечества косвенно приложила к этому руку, вот. Поэтому все и радуются, да, что это не один человек полетел, а это создать такую экономику, которая создала такую отрасль, которая создала такую ракету, которая одного человека подбросила высоко. А, ну, типа Сталин, Сталин построил Белабор-канал, да, типа. Ну, вот. Построила вся страна. Да. Путин построил, Эрзенберг построил мост. Ладно, хорошо. Да, да, да. Давай немножко тогда отвлечемся. Вот то, что... Нет, я просто хотел сказать, что вот как раз отличие, да, в том, что, как бы, они, вот, ну, у них как универсальное, что ли, строение, они заточены именно под непредсказуемое поведение. Ну, вот элементарно руки, да, у нас, вот, что они могут по-разному там всякое хватать. Потом у нас есть, у нас такой позвоночник, что он позволяет руки освободить, стоять на задних ногах, и таким образом у нас... То есть это все, как бы, ну, как бы такая готовность. И вот то, что наши мозги, да, они, у нас есть, конечно, инстинкты, но есть часть мозга, которая вот заполняется именно во время детства и при жизни заполняется новыми-новыми программами. Вот она открытая к переписыванию вот наших мыслей, открытая к замене наших вот конечностей, можно сказать, да, вот какими-то дополнительными. И на уровне коллектива мы вот можем образовывать организации, оснащенные какими-то вещами. У вас выключили микрофон. То есть человек – это существо стадо. Без стада он не может существовать. Мне больше нравится стайная. Если выбирать... Не, ну стайная – это уже разбойники. Стаи инновидения. Не, ну, просто стаи – это хищники, ну, в природе. Можно, конечно, вот так называть разбойники. Да, то есть, если бы люди не сумели худо-бедно, неважно как, да, организоваться в группы, то они бы ничего не смогли бы достичь. Люди всегда были в группах, они никогда не организовывались в группы, потому что они уже появились, ну, всегда в группы. Ну, понятно, да. Значит, давайте попробуем вернуться к той теме, с которой вы хотели начать. Я вас перебил, да. А, по поводу политики я хотел вот закончить свою мысль, что вот есть эти три интереса, да, на мой взгляд, представителя научно-изобретательского сообщества. Государственная политика максимально отвечала интересам расширения познания, внедрения изобретений и, соответственно, издания этих работ, чтобы они были доступны всем. Вот. Для того, чтобы появлялись ученики, чтобы специалисты это тоже осваивали. Вот. И, соответственно, и... А есть другие группы населения. У них приоритеты. Это все. Это мой приоритет. Приоритеты. Например, у них может быть приоритет, там, карьеры в бюрократической иерархии. Любой. В какой-то сфере. Или они знают, что на деньги можно вот выменять в магазине, там, значит, они хотят побольше денег. И у них другие приоритеты. И, соответственно, когда они сталкиваются с, допустим, знаниями, с призмом своих приоритетов. То есть, хорошо, нет. Человек, у которого приоритет – деньги, например, он может уважать знания. Но когда он встанет перед выбором, лишится денег, лишится прибыли, но получить дополнительное знание. Или отказаться от знания, но получить прибыли, он выберет, соответственно, прибыли. Такий приоритет. Вот. И мне кажется, что когда... Для представителей научно-изобретательского сообщества невероятно важно вот эти интересы осознавать. И общественные деятельности твердо на них стоять. Потому что я наблюдаю всю жизнь такую картину, что как раз вот люди, которые, например, охотятся за деньгами, за властью и так далее, они умеют очень хорошо понимать свой интерес и за него жестко держаться. С тем же изобретателем, вот там встречается инвестор, допустим, и изобретатель. Он, конечно, уважает знания, но у него четкая шкала приоритетов. То есть, знание должно принести прибыль. То есть, я отдаю деньги, получаю больше денег, чем отдал. Все. А дальше, да, я еще... И плюс инновационный бизнесмен, он хочет еще такую себе репутацию, что он не просто абы какой бизнесмен, а он вот еще, значит, с новинками какими-то. Вот. И в этой ситуации изобретатель... Если изобретатель, который осознает свои интересы, по идее, он должен действовать зеркально. То есть, я изобретатель, я хочу там... Своё изобретение до конца. Мне для этого нужны деньги в качестве средства. Но, как бы, ну и только. Соответственно, мне нужно умножение моего изобретения. Мне нужно моё изобретение, чтобы оно выросло до конца. Если мне принесли деньги, кто-то... Кто тоже хочет, чтобы это изобретение осуществилось. То, соответственно, мне не важно, будет ему прибыль или нет. То есть, в ситуации, когда вопрос ставится ребром, либо приноси прибыль, либо проваливай. То, значит, нет, я неправильно сказал. Для меня это... Я за это держусь. Если мне... Точнее так, если мне инвестор говорит, вот ты, пожалуйста, не делай то, что ты считаешь правильным делать, а ты поменяешь своё изобретение так, чтобы его можно было выгодно продать, чтобы мне прибыль была, тогда я тебе помогу. И очень часто изобретатели на этот компромисс идут. То есть, они даже с порога начинают объяснять, что вот вложите в нас деньги, мы вам прибыль принесём. Это очень выгодное дело, да. Но когда ты так себя ставишь, то есть ты как бы человеку, для которого и так деньги важнее, да, ты ему дополнительно напоминаешь, что... То есть, да, само изобретение, оно не самоценно. Самоценно прибыль. То есть, поэтому я убеждаю инвестора, говорю, вот моё изобретение, его нужно поддерживать только потому, что оно принесёт тебе ещё больше денег. Как бы напоминаешь человеку, что вот то, что у него деньги, это самое главное. Вот. И он начинает сомневаться. И нужно, осознавая свои интересы, перетягивать как бы на свою позицию, на свою шкалу ценностей. То есть, вот осуществление этого изобретения, это и есть самое большое благо, это интересная жизнь, это самое главное и так далее. Соответственно, ну, естественно, нужны деньги, чтобы это сделать. Кто понимает уже, что это самое главное, приходи, отдавай деньги. Прибыль. А если не получишь, вот главное, что вырастет новое явление природы, которого никогда не было, а то он ещё может массу полезной работы делать. Вот это я и пояснил. Вот я вот это хотел пояснить, что я именно вот, когда говорю об осознании своих интересов и умении их, за них держаться. Я вот это имею в виду. Вот на переговорах особенно. То есть, когда встречаются два человека, и, соответственно, научно-изобретательские люди, они не обращают на это внимания. И у них есть такая слабость. Тогда как люди, которые занимаются карьерой в номенклатуре или заработком денег, они как раз очень на это обращают внимание. В переговорах они как бы либо прогибают в свою сторону, либо просто переговоры срывают. Те изобретатели, которые действительно что-то очень крутое сделали, они часто не могут пойти на уступки. Они понимают, что нужно делать именно это. А вам не кажется, что здесь работает очень интересный принцип, которым я частенько руководствуюсь? Чем хуже, тем лучше. Чем раньше финансист пошлет вас нафиг с вашим изобретением, тем больше вы сэкономите время. Потому что некоторые люди, которые работают в бизнесе, им неудобно вас напрямую послать. Понимаешь, да? И вот он как бы играет с вами, как кошка с мышкой. И смотрит, как вы ему доказываете, что он тоже заработает. На самом деле человек может, то есть бизнесмен, так назовем, будет оплачивать только то, что понимает. И если он этого не понимает, особенно зачем это надо, он не будет идти никогда на какие-то там траты. Это все мы такие, и я тоже. Я ни копейки не вложу людей. Вот допустим у нас на канале там выступают люди, якобы там какие-то водородные, там антигравитация, там еще чего-то. Дайте деньги. Ну, простой вопрос. И Максим, я думаю, меня поддержит. Ну, ты покажи хотя бы теоретические, не теоретическое обоснование. Хотя бы покажи. Не говоря уже об экспериментах простейших, на которые я, извини, постоянно трачу, тратил и трачу деньги своей семьи. Понимаешь, о чем это свечит? А с бизнесменами очень просто. Деньги покажи, у тебя они вообще-то есть. А если ты хочешь действительно работать со мной, дай аванс. Напиши. Ну, понятно, да? Выдели деньги, если тебе нравится то, что он скажет. Ну, вот ты должен доказать. Никто никому ничего не должен. Вы заметили, что я не стараюсь никому ничего доказывать в эфире. Что вот я прав и вот только так. Я везде говорю, что прежде всего, ребята, я один из немногих людей, который не знает, как устроен мир. И что ритмодинамика наверняка не отражает явления природы в полной мере, как они есть. Но если эти модельные представления позволяют нам решить хотя бы несколько задач, технических задач, то мы должны просто принять вот этот подход для решения вот этой группы задач. Если у вас есть какие-то свои собственные теоретические наработки, то мы с Максимом очень много говорили и выявили, что необходимо употреблять такой термин. Вот у вас хорошая теория. Покажите в этой теории инженерную составляющую. Если в теории нет хорошая теория, все, инженерной составляющей нет, гуляй. Никаких денег никогда не получишь. Понимаете, о чем идет речь? Это даже я, понимая и пройдя все это, переговоры какие-то были, мы где-то и пролетали, где-то было и нормально. Даже я и то никогда бы в жизни не выделил. Но дать человеку шанс понять, что требуется от его взглядов, что требуется в обществе, это нормально. Просто зачем мне, скажем так, 10 видов, 10 разновидностей эфира, чтобы объяснить все явления, и при этом, когда я говорю, как инженер, что я могу сделать конкретно железо. А человек говорит, ну, я тебе дал вот все мировоззрение, ты думай, как ты можешь это воплотить. А нафиг мне думать, когда ты автор. Вот заметьте, то, что ритмодинамика, да, ну, я бы, можно уже это слово произносить, хотя не очень люблю, как бы, вот, стучать себя в грудь. Значит, там есть конкретные инженерные составляющие, причем не одна, конкретные. Делай раз, делай два, делай три. Первоначальные эксперименты вот такие. Если эффекты есть, ваше право дальше продолжать, понимаешь, да, развивать. Но все эти эффекты, они предсказаны теоретически. Это очень важно. То есть можно сначала практически там что-то, какое-то открытие сделать, потом подвести математику. А можно сначала создать модельное представление, да, которые предскажут, что вот если мы будем делать так, то получится вот так. И мы за счет этого провели ряд экспериментов. И вот сейчас эксперимент, сейчас уже вторая фаза эксперимента готовится, да, где мы вычислили теоретически, догадались как. Мы полгода мучились тут, несколько человек, чтобы понять, как должен быть устроен эксперимент. Вычислили теоретически, каким должен быть эксперимент. Сделали первую модель, ну, как бы пробный эксперимент. И он у нас заработал. Правда, он заработал не так, не совсем так, как хотелось бы, да. Поэтому вторая фаза. Вот. Но, по крайней мере, мы научились измерять скорость, относительную скорость в физическом вакууме или же в эфире. Это одно и то же. Абсолютную, не относительную? Нет, пока относительную. Но там все предпосылки на то, что можно измерять и абсолютную скорость. Все ведет к тому. То есть мы, по сути, вот сейчас ставим эксперимент и очень похоже, ну, готовим сейчас его. Вот я здесь, пока был маленький перерыв, да, стоечки всякие отпиливал, там, ну, всякую фигню по мелочам. Вот. Значит, эти эксперименты, вот этот эксперимент следующий, очень похоже на то, что он сможет указать направление, куда мы движемся. В вот этой волновой среде эфир-физический вакуум. Ну, я уже не раз говорил, что такое физический вакуум. Куда движется, вот куда же, видимо, мы вместе с Землей, вместе с галактикой, вместе с вот этим, да? Я не знаю, вот, по крайней мере, это то же самое, как на Северный полюс, да? А куда там движется Земля, меня мало волнует. Вот есть вектор некий, да, на который прибор реагирует. И если этот вектор, ну, это направление не изменяется из года в год, ну, так же, как Северный полюс стоит на месте, да, вот, то мы это направление, которое показывает прибор, уже можем внедрить в технические устройства. Вот. Я вообще предполагаю, что если все получится так, как мы рассчитываем, да, то достаточно при нашей жизни мы сможем обходиться без GPS спутников. Понимаешь, да, вот такая штучка, так, включил, посмотрел, так, покрутил, там какие-то действия надо будет сделать, да, все, и ты определил свое местоположение. Причем, что интересно, компьютерным образом программным можно сюда ввести таким образом, да, планету, всю планету, понимаешь, обсчитать, программу внести сюда, ну, в девайс. Также можно Луну обсчитать, ну, понял, компьютерную, программную. Ты попал на Луну, нажимаешь Луна, где я нахожусь. Все, и тебе координаты на Луне, блин, выдает, или на Марсе. Вот к чему все это дело идет. Так, Юрий Николаевич, не раскрываем всех подробностей. Да, да, да. Давайте я направлю вектор. А, давай, 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 а то мы сейчас заговоримся, да. Вот мы говорили, тут надо еще такой момент упомянуть. Вот мы говорим о политике, о инвестициях, о бизнесе, да, вот это, моменты вот эти. Но надо понимать, что, в принципе, фундаментальные исследования не заложники капиталистической системы. И здесь есть минусы, и свои плюсы есть. Потому что вот такой пример банальный. Тут в чате идет спор такой, что надо, ну, не то что спор, а дискуссия, что необходимо сталинскую индустриализацию проводить в стране. Вот, потому что, как бы, ну, видно, что Россия по технологическому, как бы, вот, своему развитию отстает, да, в принципе, и очень серьезно отстает от другого мира, стального мира. Вот, и как бы это самое, и, значит, такие вопросы. А возникают, а кто бы это будет делать? На государственном уровне это одно, а на частном уровне это другое. Потому что простой пример. Подходишь к бизнесмену и говоришь, ты готов сделать сталинскую индустриализацию? Ну, как бы, много денег, да, поднимешь. А он говорит, я этим не занимался никогда, мне проще батон хлеба здесь купить, там продать. А мне оно надо. Ну, Виктор здесь правильно сказал. Если дело касается прибыли, то человек выберет прибыль, чем заниматься какой-то непонятной ерундой. И даже если ты ему скажешь, что если мы этого сейчас не сделаем, то страна погибнет, он скажет, а мне все равно, мне наплевать совершенно. Мне главное здесь бабки сделать, здесь перепродать. И вообще, гори все огнем, что там завтра будет. Вот, и с этой позицией, как бы, капиталистическая система, она не очень-то и позитивна для развития человечества. Потому что, на самом деле, им, большинству из бизнесменов, им вообще наплевать, что завтра будет, в принципе. Главное, сегодня вот здесь деньги сделать, там перепродать. Тут как-то это, и все. И есть единицы бизнесменов, наверное, которые думают все-таки о вот этих моментах, о развитии, о завтрашнем дне, да. Вот, и здесь, в связи с этим, еще такую фразу интересную, я вот вспомнил. Недавно Трамп сказал такую фразу, ну вот президент США. Вот, вроде бы бредовый, на первый взгляд. Но я подумал потом, и, в принципе, с точки зрения бизнесмена, он правильно сказал. Он говорит, я открываю дорогу НАСА, ну это организация космическая, на астероиды, на Луну, на Марс, на все, да. И что, где вы там обоснуетесь, тот объект будет вам принадлежать. Будет там золото, будет, берите золото. Будет платина, берите платину, это все ваше. С одной стороны, бред. Но с другой стороны, он-то понимает, что просто так никого не заставишь. Потому что прибыли нет, зачем туда лететь. И он тогда говорит... Если у людей такие ценности, потому что это... Если они другие, то не нужна прибыль. Будут люди делать... Нет, а мы... Мы как раз мы говорим, что это самое... Вот он, почему такое заявление сделал бизнесу своему? Потому что он видит, что развития в космической отрасли нет. И тогда он делает этот... Такой шаг, как шаг называется, да? Там термин такой есть интересный. Вот. И говорит, что если вы... Ну, смысл какой? Между строк смысл какой? Если вы так не хотите ничего делать, то вот я вам говорю, что если вы прилетите на Нептун или куда-то, там вот есть золото, платина, это все ваше. То есть это такая мотивация. Потому что без этой мотивации никто ничего не хочет развиваться. То есть и вот здесь капитализм, он ставит огромный припом на развитие. Пока я ничего не буду делать, пока мне это не выгодно. А если выгода очень вообще далека, ну, вот как фундаментальных исследований, то я вообще этим заниматься не буду. А зачем? Я лучше вот здесь куплю, перепродам, здесь что-то по мелочи, так это самое, и все, и деньги есть. И видите, мы опять сталкиваемся с кристалкой проблемой. Ну, потому что навоспитывали большое количество людей, у которых так и так приоритеты расставлены. А есть другие люди. Можно навоспитывать так же людей. То есть просто вопрос, кого они берут примеры, да. Если вот... Ну, так сказать, есть... Смотрите, а мы сейчас уже навоспитывали людей и пришли к мнению, что они нецелесообразны, их как бы поведение такое, да. Нам что теперь делать, их уничтожать или что? Нет, 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 не в этом дело. Во-первых, есть вот те, которые добиваются успеха, да, допустим, в бизнесе. Воспитывали, которым это нравится, которые хорошо, их качество хорошо подходит к этой системе, они выбились в лидеры. Значит, остальные берут с них пример, но получается не у всех. И на самом деле, вот середина, и даже, может быть, некоторые неудачники... Нет, тут, Виктор, надо вопрос поднимать. ...при других лидерях, они бы как раз себя раскрыли гораздо лучше. И поэтому от того, что человек сейчас утверждает, что он там за капитализм и так далее, увлеките его другой схемой и поведения, и жизненных приоритетов, и задач. Он при капитализме все равно не очень состоятельен. Это вот того же Трампа, который миллиардер, который президент, вот его сложно увлечь, потому что он в этой системе чувствует хорошо. А середняков каких-нибудь, или тем более... Ну, я как раз и говорил о подобных людях, типа Трампа, он обращался к своему, как бы, по своим статусам, то есть обращался к своему слою. А почему он обращался? Потому что, как бы, он хотел создать для них мотивацию, потому что раньше, когда был СССР и США, да, они конкурировали, то есть какая выиграет экономика социализма или капиталистическая. Естественно, им приходилось запускать и ракеты, и так далее, ну, то есть, чтобы конкурировать банально, не проиграть в этой гонке. А сейчас, когда СССР нету, как бы, нету особо таких конкурентов. И как бы все расслабились, и, в принципе, вот эта еще капиталистическая модель, она еще говорит, а зачем мне что-то делать большое, если я могу тут купить, перепродать, и вообще мне нет смысла этим заниматься. Вот это касается фундаментальных исследований. А фундаментальные исследования не отдают, они фундаментальные исследования, в чем их основная проблема для бизнеса, они не приносят быструю прибыль. Эта прибыль где-то вдалеке, надо пройти много-много шагов, чтобы там золото научиться синтезировать, там еще что-то, тогда ты его можешь прям из воздуха, да, грубо говоря, трансмутировать. И вот, да. А можно другой пример? Ну, во-первых, мы не знаем частью какого процесса глобального, который мы не видим глазами, мы не знаем, частью какого процесса являемся. Но мы не знаем. А теперь давай попробуем такой пример. Вот есть два... То есть общество бабуинов, оно как-то и в принципе нормально, да, в этой ситуации? Да, смотри. Вот есть две лодки и два капитана. Так? Но два капитана разные, и на этих лодках есть люди. Так? И эти две лодки попали в Гольфстрим. И один из капитанов знает, куда Гольфстрим их приведет. А второй капитан такой импульсивный и говорит, если мы ничего не будем делать, если мы не будем грести очень сильно, мы никогда вообще... Ну, он не знает, куда приведет Гольфстрим. Мы вообще никуда не попадем. И начал грести, всех заставлять палками дам бить. Прогресс, да, вы должны изобрести что-то, чтобы лучше скорость набирать. И в результате он из Гольфстрима ну, выбыл, выскочил. Так какой из... Какая из лодок быстрее достигнет места назначения? Та, где капитан не заставлял никого грести, или та, где людей заставляли изобретать такие устройства, чтобы, ну, быстрее плавать? То есть, не всегда инициатива, не всегда с точки зрения извне, то есть, вот, с точки зрения мистики, не всегда она полезна. Это понятно. Я, кстати, могу другой пример привести. Вот, допустим, такая вот ситуация. Вот, допустим, многие изобретатели, они или исследователи, там, пытаются найти инвестора, грубо говоря, да? Вот. И там с инвестором, с каким-то их судьба связывает, они с ним начинают взаимодействовать. И вот часто можно, блядь, картину, что человек, в принципе, держится за инвестора. Но он понимает, что это хоть кто-то заинтересовался, типа, да? Поэтому, как бы, я держусь. Ну, тут зависимость прямая, да, в принципе? Вот. Но с другой позиции, может, оно неправильно, потому что дело в том, что вот здесь вот включаются те механизмы, как раз, можно сказать, волновые, вибрационные, энергетические, которые мы не видим физическими глазами, да? Вот. Дело в том, что есть вот такие механизмы, которые позволяют создать единый организм, или коллектив, или успешную команду. Вот. И в этой команде будут люди с разным статусом. Один будет исследователь, другой будет инвестор, третий будет еще кто-то, да? Но эта команда будет успешно двигаться вперед. Вот. Так вот, если вот эти параметры взаимодействия успешного, я их называю вибрационный рисунок или вибрационный паттерн, то уж так более правильно, если вот эта вибрационная составляющая, она не будет совмещена между участниками команды, у них априори вообще ничего не получится. Вот. И здесь я могу такой пример интересный привести из спорта. В свое время тренер Detroit Red Quince, это NHL команда, по хоккею, да? Я хоккеем занимался просто плотно. Вот. Он набирал в команду людей именно по определенной категории. То есть, вот команду он составлял, и вот защитника ставил, там, нападающего, по определенным каким-то характеристикам. То есть, он это, свою схему утаивал от всех. И что это дало? То есть, он приблизился к тому, что у него команда работала как единый организм, вот вибрационно. Или волновые. Вот эти характеристики, они были как коллективные уже. И им не страшна была вообще никакая команда. У нее звезд особо там не было, за исключением там, может, одной пятерки, да? Но вот команда взаимодействует как единый кулак. Никто вообще ей не мог противостоять. Сезон за сезоном она просто заламывала. Заламывала, и там и тактика была, и стратегия. И это просто явный пример, когда грамотно подход, грамотный подход к грамотному созданию коллектива на основе каких-то процессов, которые не видны физическими глазами. Наверное, понимаете, да, Юрий Николаевич, о чем я говорил? Да, конечно. Вот и все. Максим, ну, я думаю, что никто из здравомыслящих людей не сможет отрицать, что все мы являемся частичками системы, которая напрямую не видна. Инвесторы тоже часть привода и часть этой системы. А вот теперь представьте, шаг на доску. Я просто к тому, что не закончил, наверное, вот то, что может оно и не имеет смысла держаться за каких-то там. Кто-то обратился, а пропустил его. Кто-то обратился, пропустил. С этой позиции, знаете, вот многим непонятно, есть такой изобретатель Дуинов, Дмитрий Александрович, да? Вот у него сколько общений было с разными инвесторами. Виктор, наверное, знает такой момент, говорит. Дуинов, по-моему, известен. У него было много-много общений с разными инвесторами. Люди не понимали, он этого отсеял, второго отсеял, третьего отсеял, знаешь, как на смотринах. А я вот потом, когда поразмыслил над этим процессом, я понял, что он делает. И не для всех это очевидно, кстати. Вот что интересно. Так что тут, может быть, оно и правильно. Значит, Максим, он выбирает. Так же, как вот, допустим, в нашем деле, вот то, что мы делаем, да? Ты что, думаешь, я буду выбирать, я позволю себя выбирать. Я буду выбирать. И людей, с которыми работать, так, и с теми, ну, в том числе, и это бизнес, там, и так далее, да? Да, конечно, можно человека загнать, там, в подвал, да? Вот, и заставить, там, как у насильного. Ну, придется насильно делать, никуда не денешься. А вообще, если свобода, выбора будет, то я буду выбирать, я уже тоже наелся. Вот. Так вот, я хотел бы еще добавить, да? Почему вообще все это происходит? Представьте, это известная аналогия, представьте себе шахматную доску, где на шахматную доску, на доске фигуры, и каждая фигура имеет свою некую потенцию. Любая из фигур может убить ферзя. И вот стоит бедная пешка, да? Который в будущем может быть суждено старшим умером, то есть, быть проходной. Да? Стоит и стоит, почти всю игру стоит. И говорит, ну, я же хочу действовать, мне надо тут вот это сделать, это, да? Вот. А, она стоит и никуда не двигается. То есть, по сути, что-то не позволяет ей двигаться, ну, производить какие-то действия на шахматной доске. То есть, но для этого есть шахматист, который снаружи видит ситуацию и распределяет, ну, порядок там, ходов, понятно, да? Порядок действий на шахматной доске. Поэтому мы можем возмущаться, конечно же, как бы хочется быстрее победить, там, внедрить чего-то такое, да? Но мы вот этого не видим глазами. А теперь представьте ситуацию. Два шахматиста, которые играют в шахматы, а мы это шахматы в какой-то степени, да? Потому что мы не видим, мы не видим дальше своей комнаты сейчас, что происходит там на другом конце света. Мы не видим. А, ну, понятно, да, мы видим только ближайшее окружение. А вот теперь представь, что два шахматиста устали бороться друг с другом и оставили шахмат и сказали, пойдем в кафе там пешка попьем, может быть, винца хорошего, да? Вот. И шахматы вдруг возомнили, что они единственные, главные и от них зависит вообще все на шахматной доске. Что начнет происходить? каждый шаг, каждая фигура начнет друг другу доказывать, да, что именно она, вот такие действия, если остальные фигуры ее не послушают, и начнется то, что мы видим на планете Земля. Так, и в государстве нашем в том числе. То есть все бегают, как непонятно кто, да, вот, и пытаются друг другу впендюрить именно и свой образ видения мира, и какие-то свои малозначимые изобретения, может быть, вообще не работающие. Вот. То есть то же самое происходит. Но вот мы с Максимом не один раз беседовали по вопросу так называемой надсистемы, надсистемы. Вот. И у нас есть на то основания, причем основания физические, надсистемы реальны. Вот. Если допускается, мы просто вынуждены употреблять слово допустить. Я, ну, в принципе, отсюда логически можно к этому прийти. Просто я сейчас реплику вставлю, да, вот, что, ну, может быть, Виктор этими темами не занимался, но как бы тут я занимаюсь давно этим вопросом, в принципе, да, что эрикой или мистикой, а они, в принципе, те процессы, которые от глаз скрыты, но логически ты приходишь к мнению, и Земля ведь не является какой-то развитой планетой во Вселенной, да, ну, мы можем это прям четко видеть, что мы не развитые, в общем-то. А если есть другие какие-то структуры, более развитые, то получается, в космосе есть некая иерархия. Ну, это как бы логично. И мы входим в эту иерархию. Вот. И эта иерархия как бы имеет свою структуру и так далее. То есть, как бы мы ни хотели, мы вроде думали, что мы вроде самостоятельные. На самом деле, по большому счету, не совсем самостоятельные. Потому что, если бы мы самостоятельные, там, мы же планету бы взорвали. Ну, то есть, было такое много, много предпосылок, что мы, в принципе, подходили к тому, чтобы планету взорвать плотча. Но, опять-таки, кто-то как-то препятствовал этому, скажем так. Ну, Максим, пример тому, появление относительно Эйнштейна. Я не один раз говорил, и, наверное, сейчас опять озвучу, что некоторые ругают Эйнштейна, ругают, скажем так, науку, что вот Эйнштейновская теволия заблокировала, их не пускает, и что Академия наук тоже чинит препятствия. На самом деле все выглядит со стороны, с точки зрения над системы. Совсем иначе. Потому что, вот, потому что, это, вот, как бы аналогию приведу. Вот, представьте, что семья живет на складе с оружием. Ну, вот, так получилось, да, что все завалено, и там здесь склад оружия. Вот, когда дети подбираются к оружию, уже, ну, им же надо чем-то играть, да, вот, то родители понимают, что дети, в конце концов, найдут патроны и начнут стрелять, не понимая еще, что можно убить, ну, насмерть. И тогда умные родители берут, не отбирают у них игрушки, оружие, а они просто подтачивают бойки у того же самого пистолета, автомата, ради бога, вставляют туда патроны, щелкай, да, но выстрела не будет, и все живы, все здоровы. Так вот, у меня иногда возникает такое подозрение, я думаю, что оно имеет право, по крайней мере, где-то отражать действительную реальность, что некая надсистема специально выводит нас в заблуждение в физике, ну, в области физики в частности, для того, чтобы мы слишком не повзрослев, не изобрели такого, ну, такие устройства и оружия, которые уничтожат нас, самих себя. То есть, по сути, можно дать автомат обезьяне, можно дать гранату то же самое обезьяне, да, но если в гранате или в автомате подточен боек, ну, пускай обезьяна бегает, ради бога. То есть, люди пока вот как бы на этом уровне примитивно находятся. Им нельзя давать эти знания. Но по каким-то причинам, тоже нам неизвестно, потихонечку знания начинают набирать силу и просачиваться в общество. То есть, им позволяет, ну, позволяет, нечто свыше позволяет проникать в общество для того, чтобы, скажем так, появились в том числе и новые какие-то устройства, новые механизмы, новые технологии. Почему такое разрешение начинает как бы появляться? Я не знаю. Вот это внутреннее ощущение. То есть, я не хочу сказать, что я там верю, я там какой-то буддиста, верю еще во что-то. Вот это здесь ни при чем. Это просто моя догадка. Мне очень трудно, я же не вижу эти миры. Поэтому я вынужден просто говорить, да, и вот я предполагаю, что такой вариант возможен. Ну, это тут еще можно такой пример привести, я тоже повторюсь, что очень смешно смотреть, вот когда вот люди там в студии Соловьева, к примеру, собираются и обсуждают политику. Вот, и там говорят, вот США наши противники, там Россия такая-то, да, тут Европа включилась, там что делать, в общем, и смешно смотреть, почему. Потому что эти люди, они мыслят только на основе тех процессов, которые они видят глазами, физическим зрением. То есть, они видят надводную часть айсберга и делают какие-то выводы. А выводы неправильны, потому что еще есть подводная часть айсберга, это энергоинформационные какие-то взаимодействия. И вот там происходит основная работа. Если ту часть не видеть, не воспринимать и не делать какие-то на нее вот эти акценты, соответственно, у тебя неправильная изначально позиция и неправильное вообще понимание процессов и так далее. И как бы тут вообще интересно получается смотреть за этим, за процессом, когда ты уже понимаешь несколько глубже, очень интересно. А вопрос про надсистему. Система и ее влияние на Землю годится на роль такой надсистемы, которая имелась в виду. То есть есть вспышки на Солнце, есть цикл солнечной активности с этим связанный, есть слабое, но тем не менее периодическое влияние планет-гигантов, ну и собственно Луны достаточно заметное влияние. Вот эта совокупность, это же получается тоже вибрационное влияние, потому что они периодически, некоторые из них регулярно периодически с постоянным периодом. Это годится на роль вот такой возможной скрытой, действительно невидимой не сопоставлять и какие-то модели не строить? Вопрос понятен, я бы ответил так. человек, который не контролирует себя, не умеет контролировать себя изнутри, именно изнутри, то есть контролировать хотя бы частично свой мозг, потому что все эти процессы в основном действуют на тело, а потом через тело действуют на мозг. Но если мозг это все понимает, то он может просто говорить, да, вот тело плоховато, потому что вспышки на солнце, там еще чего-нибудь, там Юпитер близко подошел, и он более защищен от этого всего, понимаешь, да, поэтому это на роль системы, над системой, не ее, не совсем, на мой взгляд. Есть некоторый нюанс, да, влияет на мое тело. это так оказывает влияние, безусловно, вот эти все вещи, они оказывают влияние. А я просто думаю так, что те структуры, которые работают с Землей, ну, грубо говоря, такую модель, исходим из такой модели, Юрий Шиколаевич, вот, они учитывают все эти факторы, безусловно, потому что они понимают и волновые воздействия, и Солнце, и Юпитер, и Марс, они понимают, как это работает, в отличие от человечества, опять-таки. Конечно, они учитывают этот вопрос. Максим, я, Юрий Николаевич, скажу в догонку, что да, конечно, на меня это влияет, я, допустим, я такой очень сознательный, я модели предвижу и контролирую там свое тело и все, но я живу вокруг, взаимодействую с людьми, которые так не делают, и они меня могут завалить просто своим детерминированным поведением, несознательным и я просто буду как бы в их окружении я не смогу реализовывать все вот сознательные поступки. Например, Виктор, тут как раз-таки вот включается тот, но это опять-таки моя модель, да, вы можете с ней соглашаться, не соглашаться, но я лично так на опыте своем включается та модель, почему вот и важен подбор коллектива под эти энергетические вибрационные рисунки, потому что в коллективе, вот когда вы коллектив собираете грамотно, с учетом этих особенностей информационных, вы можете решить практически любую задачу, вы уже с умом подходите к процессу, не просто там, вот у меня в связи с этим к нашему, допустим, президенту, да, вот большой вопрос, почему бы не набрать команду не из питерских друзей, грубо говоря, ну, условно, или каких-то там, он же привел команду из Питера людей, а почему бы не набрать команду по вот этим вибрационным характеристикам, может, он знает, не знает о них, другой вопрос, гораздо эффективнее работало, вот, это как бы по практике, по жизни так получается. Максим, там у них задачи другие просто, понимаешь, это обычные серые человечки, которые дорвались до власти, причем, что интересно, они дорвались до власти благодаря сереньким людям, которых, ну, воспитали такими, у которых нету стержня, знаете, шутку и стержень, это то, что, как позвоночник, он держит человека, да, он человеку позволяет оставаться человеком, а все остальные, они вот такие, как бы, ни рыба, ни мясо, то есть, стержня не имеют, вот они все, скажем так, за персонажа, который трижды вложил на конституцию, руку, ну, это, кстати, можно сказать, и вообще, и не только о Путине, да, а в принципе, о любом, не знаю, просто я таких примеров не вижу вроде бы на земле, что в принципе, подбиралась бы какая-то команда по вот этим интересным характеристикам, и характеристики эти можно вычислить, и это делается, вот, но, опять-таки, как бы привлекаются свои знакомые люди, может это отголоски нашей животной, какой-то животных инстинктов, типа, вот моя семья, там родственники. Максим, систему может изменить, а систему может изменить, систему, по которой мы живем, может изменить только та система, которая нас контролирует, а вообще, вот, есть еще более грустный вариант, что мы из себя представляем здесь, на земле, со своими, как бы, вот этими самыми проблемами, ну и так далее, да, вот, почему все это, вот, это, это где-то близко то, что пишут фантасты, тот же фильм, как бы, матрица, да, там, вот, то есть мы, по сути, являемся источниками энергии, которые, которые, в свою очередь, являются питательной, пищей, для той системы, которая, которая нас контролирует, то есть, либо контролируют эту территорию, и, естественно, вот, представьте себе, да, что у вас свинарник, где, ну, загон для свиней, и вы каждый день приносите свиньям по море, и кормите их, ну, до отвала, вот, и скажите, вот, появилась одна хрюша, а в интернете есть такой вариант, где хрюша спрыгнула с машины, когда их везли на скотобойник, вот, появилась одна хрюша, которая сказала, ребята, вот там я в сарае нашла проход, да, мы можем быть вольными, свободными, да, но нам придется, как бы, вот, нас никто не забьет, понятно, да, на мясо комбинат, но нам придется вот самим добывать, там, чего-то такое, изобретать, выдумываясь, как вы думаете, свиньи пойдут за эти свиньи, нет, конечно, они предпочтут скотобойню, и, но до этого момента хорошее питание, везде помоят, ну, собственно говоря, помои, это своего рода то, что сейчас у нас на прилавках магазинов, пальмовое масло, там, всякие заменители, фигители, и не поймешь что, вот, то есть, нас начинают, импортозамещение, в общем, да, да, то есть, нас начинают кормить помоями, мы рады этому, что изобилие полное на полках магазинов, и в принципе, вот мы являемся, вот именно той пищей, есть даже войны, вы заметьте, потрясение, которое происходит в том или ином государстве, они, они, как бы, возбуждают человека, и человек начинается излучать энергию, в частности, негативную легче всего, извлечь, да, он начинает интенсивно излучать эту энергию, энергию ненависти, энергию там, завистничества, и вот эта энергия, эти вибрации, они являются, скажем так, самым, тем ценным, что необходимо для, для надсистемы, которая над нами. Ну, Юрий Николаевич, я тут немножко бы уточнил, я думаю, все-таки это часть какой-то надсистемы, там у них тоже разделение будет. Да, я сказал, что это просто один из вариантов, он грустный, да, конечно. Ну, здесь, здесь-то все правильно, потому что, как бы это, тоже, я уже говорил на эту тему, может, публично мало говорил, оно действительно, дело в том, что в космосе, получается, во Вселенной, любой процесс, любой процесс, он как бы не пропадает зря, в общем-то, да, если, допустим, возникла деструктивная какая-то ситуация на какой-то территории, что прекратилось развитие, какие-то процессы пошли, да, то к этому, к этой ситуации притягиваются те резонансные энергии из Вселенной, из пространства, которые собрали бы, допустим, свой урожай, вот скажем так, а дальше разворачивается война, горе, смерть и так далее, но для некоторых существ это, наоборот, очень хорошее, для них надо забрать энергию, этот вид энергии, они попитались, грубо говоря, и дальше свои дела там делают, да, а для нас, вот смотрите, уже какая-то различная точка зрения, для нас это горе-смерть, для других это как бы процесс, которым они воспользовались, в общем-то, и вот если мы будем понимать эти процессы, мы, мы как цивилизация вырастим значительно вперед, мы пока не вообще не понимаем этих вещей, и мы поэтому вот так топ, да, поэтому и науку притормаживает та над системой, понимаешь, да, вот, и надо как бы с улыбкой к этому делу относиться спокойно, без всяких там дерганий, вот, и тоже очень коротенькое, если кто-то видел вспышку сверхновой, а при нашей жизни мы этого не видели, то это очень красивое явление, представляете, сверхновая там чуть ли не на полнеба, к примеру, да, очень красиво, а для тех, кто живет на планете около этого солнца, это же горе, вот, то есть, вот получается такая вот вещь, что иногда то, что благо, является горем для других, то, что для тебя горе, это для кого-то благо, у меня пока все. Ну, кстати, еще можно тут добавить, тоже вспомнил, а потом Виктору передам слово, вот, значит, вот смотрите, про родственников говорили уж, мне просто мысль пришла, расставляет человек своих родственников, или там олигарх, устраивает, да, куда-то, то есть, и опять-таки вопрос возникает, если он смотрит с позиции человека, для него это родственники, а ну, если мы заглянем поглубже, на уровень души, к примеру, когда вот идет работа, то мы-то понимаем, что это какая-то душа из какой-то прошлой жизни, то есть, она постоянно в пространстве воплощается, и она пришла в его род для каких-то там целей, задач, к примеру, да, ну, так это же не его родственник, в принципе, по большому счету, то есть, человек заблуждается уже, видите, он не видит подводной части айсберга, и он уже заблуждается, типа, моя генетика, там, ничего подобного, это только, генетика, это только тот механизм, которым воспользовалась душа, а душа тебе не принадлежит, душа это совершенно отдельная личность, сущность и так далее, уже заблуждение, правильно? так что, вот тут смотря с какой позиции смотреть, не, ну, все равно, как бы, мы привыкли кучковаться, да, о, это наш, это наш, а это не наш, да, хотя этот не наш, может быть, более талантливый, и так далее, то есть, ну, ну, Юрий Николаевич, здесь вот как раз, наверное, правильнее будет выражение, родство душ, то знаете, такое, да? Да, Максим, я ведь тоже, как бы, мы говорили, да, что я мечтал, ну, пока это мечты, да, если, допустим, работы по тем направлениям, которым мы занимаемся, начнутся, да, то я ведь тоже поступлю так же, я подтяну, заметь, я это правильно сделаю, я подтяну тех людей, сделаю такое окружение, которое будет приятно для меня, и будет благотворно, благотворно, влиять на творческую деятельность, даже если эти люди будут не настолько деятельны, как, допустим, какой-нибудь там, выпуски Кембриджа, или там, МГУ, но и тех, среди тех талантливых, тоже необходимо отбирать людей, то есть, это, наверное, наша суть, поэтому здесь против тоже нельзя особо идти, ну, это второй вопрос, хорошо, Виктор? Мне кажется, что, вот, в частности, Владимир Путин, да, то, что мы можем столько лет наблюдать, в вопросе, прежде всего, ориентируется на верность, то есть, вот, если рассмотреть эту дилемму, например, большого начальника, да, кому больше доверить, больше доверять, высокому профессионалу, в частности которого есть сомнения, или человеку, которого ты давно знаешь, и ты знаешь, как с ним обращаться, чтобы он тебя не предал, чтобы он был верным, но при этом он никакой не профессионал, то есть, он будет посредственный, да, он будет плохо работать, спину не воткнет, то, а есть другой, который, вот, ну, он действительно лучший профессионал, он будет справляться блестяще с работой, там, министерской или какой-нибудь, непонятно, он может, например, не по своей инициативе, да, тебя предать, а под давлением каких-нибудь врагов, например, да, вот, то понятно, что тот человек, который будет выбирать профессионалов, серьезных для него, он будет выбывать в ходе борьбы, то есть, то, что мы наблюдаем, Владимира Владимировича столько лет на вершине власти, он, в общем, чемпион, ну, это как некое соревнование, да, но он чемпион по, вот, окружению себя людьми, которые ему верны, в то время как всякие, там, Ходорковские, там, ну, в общем, все, кто повылетали, в процессе, да, оказались за бортом, они хуже умели окружать себя людьми, которые будут им верны, как бы, основа этой верности, это жадность, это, там, вот эта роскошь безумная, вот, вот все, вот это вот, это укор уже всем нам, потому что, ну, это говорит о том, что самое, вот, ну, как, есть выражение, друзья Путина, да, такая сплоченная дружба, значит, которая выдержала какие-то бандитские разборки, властные интриги, выдержала вот столько всего, на, на, вот, этой любви к роскоши, любви к власти, богатству и так далее, то есть, у них основа такая, это, в общем, люди, на мой взгляд, мафиозного склада, да, и что вот это вот их мафиозное братство, ну, дружба в данном случае, да, потому что они друзья, вот, она, как бы, является самой прочной, из всех остальных дружб, и это, почему это укор нам, потому что, вот, допустим, я люблю исследования, есть там, у меня тоже есть друзья, которые тоже любят исследования, ну, мы там особо тихо, там, не высовываемся, но, если мы высовываемся, мы бы когда-нибудь высунемся обязательно, да, и тоже будет какая-то борьба, и тоже будут какие-то враги, там, на нас нападки, вот вопрос, наша верность друг к другу, основанная на общности, интереса, она будет прочнее, чем верность бандитов друг к другу, вот, и, если она будет прочнее, чем верность бандитов друг к другу, то дружба, с годами, естественно, она всплывет, и, значит, мы осуществим то, что мы хотим, потому что они, они хотели роскоши, они хотели власти, они с годами Они твили, и никто им не помешал, и все, кто хотели на их место, значит, они вылетели, и еще неизвестно, когда это все кончится. Вот, то есть, на самом деле, сказать, что они совсем серые личности, не получается. Они чемпионы определенного вида деятельности. Благодаря вот этой вот верности друг другу, пусть она даже куплена вот, ну, ценой этой власти, возможностей и так далее. Те, кто с ними боролся, проиграли именно в этом качестве, да. Они при этом занимают какие-то министерские посты там, и они плохо работают, профессионалы. Это побочный эффект. То есть, если у профессионалов нет вот этой вот верности и сплоченности, то понятно, что эти профессионалы точно так же проиграют и довести до конца свои профессиональные навыки, да. Не смогут это реализовать, потому что их какие-нибудь враги подсидят, какие-нибудь бандиты те же самые, да, подсидят, поссорят между собой, да. То есть, они столько лет не продерживаются. В смысле, конечно, вот это вот друзья Путина, да, их недаром так и называют, да. То есть, здесь очень... Вот у Ельцина была семья, и это как бы другой разговор. А у Путина именно друзья. В смысле поуспешнее ельцинских будут. То есть, вот Ельцин, он тащил своих там, зятьев там и прочее. А у Путина не только, у Путина однокашники, да, дачный кооператив, соседи по даче, которые оказались настолько, так сказать, друг за дружку горой, что с годами стали там владельцами корпораций. Виктор, Виктор. Главный друг стал президентом. Виктор, ну это как бы понятно, да, это как бы всем известно, здравомыслящим людям. Вообще вопрос всегда упирается в то, в какой системе мы живем. Если мы не изменим систему, то мы так и будем мучиться. Вот, допустим, такой простой пример. Это было в Калининграде. И самое интересное, Юрий Николаевич, я тут как бы добавлю, да, а вы поправите, может быть. Дело в том, что система, она же очень завязана на коллективное сознание. И тут очень такая связь цикличная, порочная, да, можно сказать. Пока не изменится сознание коллективное, не изменится и система. Нет, нет, Максим, я не совсем согласен. Если поручить изменение системы вот этим, как бы, сознанию, которое еще не созрело, система не изменится. Дело в том, что пример был такой. В бухгалтерии это морфлот, что-то такое с рыбой связанное, я уже забыл, в Калининграде. Они страдали от того, что в их бухгалтерии не было порядка. Ну, то есть документы там, искали там, ну, понятно, да, то есть не могли как следует навести порядок в самой бухгалтерии. И вот кого бы они туда не нанимали из окружающих, никто не мог навести порядок в этой бухгалтерии. Чтобы все по полочкам стояло, как положено, да, и так далее. Тогда начальник взял и выписал специалиста из Москвы. Ну, это пример было. Ни дат, ни фамилии, ничего я не помню, это просто как случай. Специалисты из Москвы, там приехало, по-моему, два или три человека, они все сделали, как должно быть, понимаешь, да? Сказали, здесь полочки сделать, здесь шкафчик поставить, да? Вот эти вот как бы, ну, куда документы, это так подписать, это так подписать, да? Вот, и так далее. Навели там, компьютеров тогда еще не было, да? Короче говоря, полностью все навели. И что интересно, те люди, которые не могли навести порядок, начали работать по этой системе, и у них стал порядок. И никто на них не стал жаловаться, понимаете, да? Оказывается, вот должны прийти, ведь не зря же там, допустим, вот. Ну, то есть через каких-то людей должны прийти какие-то механизмы новые, которые обеспечат и протолкнут к развитиям, да? Дело в том, что большинство людей, очень огромное количество людей, это нормальные люди. И те же самые так называемые бандиты, я считаю, что это бандиты в кавычках. Почему? Потому что они видят все то, что творится наверху, и они внутренне не согласны. Я просто был, ну, на химии, правда, да? Вот, тем не менее. Но я общался с людьми, которые достаточно большие сроки, и потом там скосили, на химию их отправили, да? Вот, я просто увидел, насколько там, скажем так, попробуй за базар не ответить, допустим, да? Что такое не ответить за базар? Вот, я видел, как человека хотели залить бетоном, но водитель-то мешал, только за то, что он бросил. То есть, когда он ехал в отпуск, а в этом мире, в уголовном, там все просто. Ты пришел ко мне, сказал, мне нужно вот ехать в отпуск, я же не поеду в этом, да, дай мне костюм, на, дай мне там приемник какой-нибудь японский, на. А человек приехал и пошел в бега, он понятный, да, то есть, с расчетом, что он вернется на зону. А его взяли и обратно сюда же вернули. То есть, он всех, как бы, кинул, у кого что брал. И вот они, ребят, просто сказали, ну, мужик, это как бы не по понятиям, вот такое тебе наказание. Залить бетоном, нафиг, и все, и проблем нет. Вот. Так вот, если бы вот такие люди, как субъект, трижды клавший на Конституцию руку, значит, если бы этот субъект вот по этим понятиям жил, и вот так бы своим помелом мел, ну, понятно, да, обещание бы раздавал и ничего не выполнял, его бы давным-давно закатали бы в асфальт. Так он же не со своим кругом так общается. Криминальные понятия предполагают разделение общества на воров и лохов. То есть, они между собой соблюдают понятия, а по отношению к гражданам ничего они не соблюдают. Нет, ну, есть и граждане, есть и граждане, вот такое мычащее стадо, как говорит Ярослав Петрович, да, а действительно, вот мы сейчас на этих выборах увидим, кто такие граждане. Граждане не придут на выборы. Нет, граждане не придут. Что такое вот эта вот, ну, как бы, ну, биомасса, которая живет на территории земли, ну, нашего государства, так? Ведь неспроста не любят русских. Да, русских любят, если чувствуют, что у них есть интеллект. Вот, если это обычное стандартное какое-нибудь, ну, биотело, то к русским плохо относятся, и неспроста. Вот, они не могут, ну, какие-то там каталонцы взяли, блин, да, вот, и отделят, и сейчас отделят Каталонию от, ну, понятно. Вот. У них все сложено. Да, там, там... Юрий Николаевич, опять-таки надо сделать акцент сразу, что, если уж это самое, о выборах мы говорим, это неплохо, что, в принципе, как мы все знаем, все процессы имеют и минусы, и плюсы, да? Условно. Вот. И та ситуация с действующим президентом, она в какой-то мере... То есть, с некоторых человеческих позиций, там, кто находится за чертой бедности, да, да, это вроде бы как такой негативный момент, да? А с другой стороны, это катализатор, может быть. То есть, мы не знаем, Путин с кем связан, какую он на этой шахматы доски роль выполняет и так далее. Максим полностью с тобой согласен, так, полностью с тобой согласен. Поэтому я жду, не дождусь выборов, так, только для того, чтобы посмотреть, а какие же планы у того мистического образования, о котором мы с вами говорим, то есть над системой, которая покрывает вот эту территорию под названием Российской Федерации. То есть, это ее территория. Понимаете, да? То есть, за территорию ее не пускают, а на этой территории это над системой... Вы хотите сказать, что над системой соблюдает политические границы, что ли, с Российской Федерацией? Конечно. А почему нет? Это кормушки. А почему нет? Я не утверждаю, что это так. Я просто высказываю гипотезы и предполагаю, что это так. И если мои предположения, мои фантазии покажут, что над системой не нужен прогресс в этой стране, то даже я, будучи ставше других, в этом возрасте как бы уже не убегают без... У меня нет тут капитала, да, такого. Я не могу сказать, как Соловей. Это как вот там. Ну, Певчий на Первом канале. Фамилия такая. Помет, помет, помет. Владимир Соловьев, что ли? Помет, да. Вот. Я не могу сказать, что я богат. Понимаешь, да? У меня есть очень много знаний. Вот. В этой ситуации я буду вынужден выезжать за границу. Я буду вынужден. Все. А у меня нет выбора. Потому что просто мы закопаем то, что наработали. А это кому-то надо. А у меня договор подписан с системой. С какой-то, с другой. Что я должен это все продвинуть на Земле. Ну, это тоже фантазия, но тем не менее. То есть я все-таки предполагаю, что элементы мистики, то есть вот то нечто мистическое, оно играет большую роль в нашей жизни. Потому что, во-первых, никто не знает, откуда приходят мысли, откуда приходят идеи, как они рождаются, почему вдруг делаются открытия. Как это можно сделать открытие того, чего ты никогда не видел? Вот первое открытие, которое было мною сделано, это зависимость сжимания стоячих волн от перемещения, от скорости перемещения системы в эфире. Его никто никогда не видел. И я не видел. Но меня что-то сподвигло. Я искал, а потом я понял, что я искал. Понимаешь, да? И вот тут меня осенило, что да, это действительно открытие, о котором никто никогда не знал. Но это было в 81-м году. У меня было 29 лет. Вот. Вот до сих пор ты в общем себя, понимаешь, да? Не, ну как, уже написаны книги, то есть это не то, что... Этого мало. Этого маловато. Хотя и это уже много. С другой стороны. Я почти читал ритмодинамику 2007 года. И я тут сдерживаюсь от комментариев. Ну, поругаться хочешь? Нет, нет. Я очень хороший могу сказать слова. Мы работаем по такому принципу. Я просто подскажу, да? Вот меня тоже этому научили. Чем больше меня критикуют, но по делу, понимаешь, да, обоснованно, тем лучше мне и тем работам, которые я произвожу. Чем больше меня критикуют по делу, обоснованно, тем лучше мне. Но это правильно. Если, допустим... Настоящий следователь, он как бы этому рад на самом деле. Если ты не увидел каких-то ошибок, и тебе на них тыкнули, это же хорошо, это значит, тебя развивает, по идее. Ну, Максим, а какую критику мы видим? О, ритмодинамика, дерьмо, а ты ее читал? Да нет, я ее не читал, читать не буду. Вот и вся критика. Это вот всякие там Сурусловы, блин, потом Каравайкины. Они же, блин, вроде бы умные мужики, да? А такую ахинею несут. И в прямом эфире, да? Вот, и, скажем так, пытаются впендюлить, как бы доказать, опять-таки, собравшимся, да? На... Ну, около экрана, что именно они знают, как устроен мир. Я точно знаю, что я не знаю. Нет, ну тут та ситуация всплывает, в принципе. Тут, наверное, нельзя ни на кого ругаться, да? А просто все прикоснулись, как Лебедев вчера сказал, есть большой слон, да? И один держит его за хоба, другой за хвост, третий за ногу. И все говорят, нет, вот моя теория. Максим, таким образом можно оправдать всякую бездарность. Пришел человек с бездарной идеей, от которой вообще, как сказал... Нет, я понял. Я просто имею в виду, что как раз-таки те, кто... те, кто на практических экспериментах что-то доказал. Понятно, что теоретики здесь как бы не при делах. Я единственное Каравайкину могу похвалить за то, что он хоть какие-то эксперименты сделал, да? И хоть какой-то, пускай непонимаемый другим эффект, обнаружил. Он его понимает. Но когда он начинает... Нет, Каравайкин, он молодец в этом уровне. Его нельзя... Да, но когда он начинает впендюривать, что вот там, ну, к примеру, та-то теория, она противоречит вот такой-то формуле из физики, да, и вот как бы, значит, та-то теория не верна, да? То есть люди не осознают. Да, он на основе как бы стандартной физики сделал там какое-то открытие, но его открытие сама физика и сами физики не признают. Потому что оно, во-первых, хоть и работает, да, но его понять невозможно. особенно, когда об этом говорит сам автор. Ну, так часто бывает, это вот, как бы, беда. Нет, ну, он, в принципе, описывает суть эксперимента, в принципе, но повторять его никто не собирается особо. Может быть, это завязано на ту ситуацию. Верну, верну вектор. Вектор, давайте верну дискуссию опять. Да, Максим, ну, как повторить эксперимент, когда автор говорит, что вот он, эксперимент, какой хороший, но не схемы эксперимента, никаких данных об эксперименте. А дело в том, что я просто, он мне давал, значит, данные о том, что он схему эксперимента давал, как это называется, институт какой-то, московский. В общем, они с ним работают. Ну, Каравайкин, я не пытаюсь его обсуждать, да, но он тоже хочет и рыбку съесть, и в шахматы сыграть. Когда-то он сказал, что... Но он же заложник ситуации тоже, в принципе. Так, это никого не волнует. Он сказал четко, я продемонстрирую эксперимент на глобальной волне. Когда ему предложили где-то там нефи... А это там долгая история, Юрий Николаевич. А это неважно. За базар надо отвечать. Вот. Вот как бы так. Ну, в принципе... Не, но у него же есть еще возможность продемонстрировать. Пусть он решит свои проблемы, как он сказал. Человек, обманувший один раз, да, это можно списать на случайность. Если человек обманул два раза, то уже можно считать, что он тебя обманет и в третий, и в четвертый раз, и в пятый раз. Вот не надо оправдывать людей. Если я говорю, что у меня вот установка стоит на столе, да, то я четко сказал, как только будет публикация, так, мы выложим все. И видеоиспытаний, и схему, и теорию. Все выложим. Все, Николай, это вот я как раз таки в теме говорю, в том числе и, может быть, Александр Каравайкин, трансляцию, да, и другие исследователи, что та стратегия, которая вот соблюдает институт ритмодинамики в плане публикации своих открытий, это, в принципе, правильно. То есть сначала, и для автора это правильно, то есть сначала публикация в рецензируемом журнале, закрепляется авторство, потом открыта схема для всех лабораторий мировых, для повторения, потому что это правильно и в той позиции, что это двигает науку вперед. За тобой авторство закрепилось, но ты открыл все схемы, и пусть мировые лаборатории повторяют. А если ты втайне будешь держать, то смысл какой, тогда не будет движения науки. И я вот всех призываю следовать этой схеме. Ну, ты знаешь, многие призывали, но сущность человека такова, что и система к этому подталкивает, что каждый хочет и рыбку съесть, и в шахматы сыграть. Понимаешь? Все думают, что... Каждый думает, что он самый умный, да? Все думают, что на этом деле час-час я заработаю лишний миллион, да, и буду там как бы крутой. Да, и деньги нужны, я это понимаю. Да, и у меня есть как бы... Нет, ну тут вопрос сложнее. Опять-таки, смотрите, мы видим процессы... Если вы автор изобретения, да, вы публикуетесь в рецензируемом журнале, в принципе, к вам, автоматически с вами, у вас будет, во-первых, мировая известность как у открывателя, да, автоматически к вам притягивается внимание, и в том числе и финансирующих структур каких-то, а почему притягивается? Потому что они, понимая, что это основатель, открытие, да, первооткрыватель, грубо говоря, он лучше знает, чем все остальные, в принципе, почему бы с ним не работать? То есть... Ну, я не знаю, это просто... Да, Юрий Николаевич, у вас микрофон включен. Максим, не факт. Если в его разработке есть нау-хау, да, то есть то, чего он чуть-чуть утаивает, и поэтому ничего не получается, тогда да. А если нау-хау нет? Вот представь, что ты изобрел колесо. Всем людям понятно назначение колеса. Они что, к тебе побегут? Нет. Нет, они за счет этих колес сделают целые технологии. Никто к тебе не обратится. А, нет, ну я понял. Я имел в виду, что у вас идентичное, в принципе, с Каравайкиным тут состояние. Если он открыл какие-то неэлектромагнитные взаимодействия, да, то, в принципе, физика никак не описывает. Соответственно, ему по такой же стратегии имеет смысл действовать. Максим, знаешь, честно говоря, вот как бы сравнивать здесь неуместно. Почему? По той причине, что Каравайкин, так же, как там и другие люди, просто не читали. Это вот, как бы, вот им не нравится название там, не нравится стиль. Они боятся заглянуть, чтобы не переубедить себя. То есть каждый человек, который построил целостную систему, боится ее разрушить. И другая работа, которая может, если эта работа может разрушить эту систему, она будет всегда человеком отрицаться и, ну, понял, да, и считаться как бы негативной, плохой. Ну, это как получается с Владимиром Акимовичем Ациковским, который говорит, что при вращении Тора нету круговой чистоты. Говорит, да. А так ли оно в природе или нет? Нет. Ну, во-первых, у Владимира Акимовича нет ни одного эксперимента, подтверждающего, что эфир – газ. Вот. Но мы, опять-таки, не обсуждаем его. Он тоже свою миссию в природе несет. Он достаточно, как бы, грамотный и неплохой человек. Поэтому, так же, как и тот же самый Каравайкин, тот же Супсел, нормальные люди. Но как люди, они нормальные, а вот как теоретики, на мой взгляд, там, конечно, есть изъяны. Изъяны наверняка есть и у меня. Но у нас, Максим, очень прочная позиция, и она сильна тем, что мы не говорим о том, как устроен мир на самом деле. мы говорим всего лишь о модельных представлениях наших модельных о том мире, который мы наблюдаем глазами. Так это ясно, это очевидно. Да. Не более. А с этой позиции оно и проще, если бы все остальные подходили таким образом. Потому что, допустим, взять модель Каравайкина, ну, вот это не электромагнитное воздействие некое произвели. Значит, произошла какая-то работа там в аккумуляторе увеличилась мощность, грубо говоря, да? Но мы же не разобрали, что это за не электромагнитное воздействие. Мы точно не знаем, и, естественно, у нас это все на основе моделей только. Вот. И эта модель, она, наша модель, она не имеет смысла спорить с другими моделями, потому что рано или поздно эти модели сольются в одну интегрирующую структуру, которая, я думаю, в будущем будет. Единая наука, которая будет более-менее объяснять все структурированно. То есть уже не будет такого разброса. Вот. Соответственно, и технологии будут иными, на основе новой науки. Вот. Поэтому не имеет смысла спорить вообще. Есть модель такая, есть модель... Главное, чтобы в этой модели была инженерная составляющая. Да, согласен. Да, нет. Хорошее теоретическое обоснование этой модели должно быть, теоретическое, на основе той математики, которая выработана человечеством. И из этих теоретических обоснований должны вытекать следствия, которыми и является инженерная составляющая. Ну, абсолютно верно. Вчера я еще скажу небольшой тезис такой, что вчера общались с Романовым, к примеру, да, Александром Владимировичем. Вот. Я первый раз общался, в принципе, и я понял, что у него есть своя модель, вот, и она может не укладываться совершенно в те модели Каравайкина, Вашу, там, еще что-то, да. Но, опять-таки, если он достиг результатов в инженерном исполнении на основе этой модели, вот, то он имеет полное право иметь такую модель. Возможно, эта модель в будущем изменится, потому что он же тоже всех процессов не знает. Он собирает определенную энергию с окружающего пространства, но что это? Это только модель в его представлении. И не имеет смысла спорить на эту общую тему. Я думаю, так. Правильно, Юрий Николаевич, или как? Да, конечно. Да, в скайп зайди, если я там просил. Так, Виктор, есть что-нибудь по существу сказать? По существу и коротко, потому что мы уже второй час, наверное, заканчиваем, да, два часа здесь отрядимся. Основной заявленной теме по поводу мистики высказать свое мнение. Как-то попался по телевизору исторический фильм про пионеров изучения электричества в 19 веке, и меня удивило, и меня удивило вопиющее сходство с нынешними эфирщиками. То есть, те, кто, ну, скажем так, электричество получить проще, чем всякую энергию эфира. Вот, поэтому пионеры электричества, они устраивали некие шоу, но важно, что они до поры не признавались научным сообществом, а при этом некие электрические явления они демонстрировали. Демонстрировали их под всяким мистическим соусом, что это волшебство, это фокусничество, иллюзии. Разговоры про электрические силы тоже были всякие, похожие на современные эзотерические разговоры, мистические. А потом как-то вот создали теорию электрического поля и легализовали это дело в науке. И для нас уже сейчас электричество, понятно, что это явление не мистического характера. Виктор, я просто сэкономлю время, мысль, ну, чтобы это самое, трансляцию. Мысль заключается в том, что на самом деле то, что мы называем физикой, и вот и так далее, это исторически очень близкие сообщества, даже вот с точки зрения исследований. Нет, эти процессы, дело в том, что они циклические, они так и будут повторяться. Вот банальный пример такой. Вот смотрите, мы сейчас знаем электричество, да, и знаем магнитное поле, пользуясь этими вещами, в принципе, да, вот, в технике, в технологиях. А вот представьте, в ритмодинамике, к примеру, вот, в книге, допустим, частотное пространство, там такая модель предъявлена, значит, смещение по частотным интервалам. То есть, рядом с нами мы, как бы, логично представляем, что есть другие частотные пространства, которые мы можем смещаться. Мы их так никак не не можем руками пощупать, да, но изменяя свое частотное состояние, мы можем смещаться. А теперь представьте, в какой-то момент, в будущем мы эту технику разработали, и изменяя, вот, поднялись на летательном аппарате, потом изменяем его частотные характеристики и перемещаемся в параллельные измерения, грубо говоря, да, с его резонансными частотными состояниями. И для нас это через какое-то время будет естественный процесс, а сейчас мы это на уровне мистики воспринимаем. И вот этот процесс, он такой бесконечный, то есть у нас есть предел познания, до которого мы доходим, для нас что-то мистическое, потом мы перешагиваем, опять новый предел познания, опять что-то за кадром остается, опять мы перешагиваем и так далее. Я думаю, вот это будет длиться бесконечно, в принципе. Ну, я хотел просто обратить внимание, что вот за этим полезно изучать историю науки. История науки, в отличие от учебников, которые преподают там современный срез, да, научных знаний. Вот история науки, она позволяет, ну, как бы выработать более взвешенные отношения, как именно возникает новое, да, и как оно завоевывает позиции своей. И, с этой точки зрения, более взвешенно относиться к тем знаниям, которые сейчас находятся именно вот в фазе, которые не легализовались, да, и которые вот в ранней стадии своего развития находятся. Вот. Ну, это да. Ну, давайте я перейду к вопросам на Ютубе, и тогда будем заканчивать. Да, там у нас смотрит один человек. Значит, давайте обсудим некоторые тезисы кратенько. Вот, Green7 на Ютубе такой тезис видел, на государственном уровне альтернативная энергетика запрещена, в том числе в США и РФ, поэтому все альтернативщики наступают на одни и те же грабли. вот как вот повыскажется. Я думаю, что не запрещена, в принципе. Почему? Нет, ты понимаешь, как можно запретить развитие альтернативного источника энергии тому человеку, который находится на острове, так? А, во-первых, Юрий Николаевич, сразу уточнение. Дело в том, что альтернативная энергия это подразумевает себя солнечно-ветровую, то, что не используют сейчас. Если бы он говорил об автономной энергетике, то было понятно. Да, ну, естественно, все хотят деньги заработать. Если государство принялись биткоины уже, наверное, майнить, или как там называется, на государственном уровне, то и во Франции, по-моему, ввели налог, надо уточнять, потому что у меня нет энциклопедической памяти, налог на солнечные батареи. То есть, налог на солнце. Я тогда тоже для себя пошутил, надо бы налог на воздух, да, и как в этом, в Чаполино, налог на, ну, на все, на дождь, ввести. То есть, вот, с этой точки зрения только. но это серенькие человечки пытаются захомутать, как говорится, все. Ну, во всем мире, да, во всем мире сейчас серые люди, у власти. Во всем. Но, опять-таки, я не знаю, в принципе, законодательно, автономную энергетику никто не преследует, я как бы не вижу. Нет, делай у себя дома, сколько хочешь. Не лезь к государству. И тогда государство не может тебе запретить. Сделал дома, пользуешься, и хорошо. Не, но тут интересен даже вот такой коллективный эксперимент провести. Многие ведь, как у нас принято, вот все кричат там, вот там масоны, там все, да, все запретили, тут все порубили. Ну, так давайте проверим, это так или нет. Допустим, источник, давайте серийно будем производить, давайте что-то делать. Проверим, на практике это так или нет, прежде чем говорить. Максим, тут немножко по-другому, я думаю, надо подходить, да, потому что вот меня всегда умиляет, когда где-нибудь в каких-то киношках говорят, вот, надо заставить правительство признать, что существуют инопланетяне и открыть архивы. Но если я видел, зачем я должен от правительства требовать, чтобы они признали, что я видел? То есть это какая-то извращенная логика у людей. А нет, дело в том, что вы видели немного людей таких, а коллективно, к примеру, многие абсолютно не согласны с этой позицией, поэтому для них было бы очень существенным тот момент, когда бы правительство все-таки огласило это публично. Ты понимаешь, фокус заключается в том, что, допустим, возьмем маленькую организацию, это Академия уфологии под руководством Ажаржи. Мы несколько раз, и я лично с Ажаржей знаком, и в гостях у него был, и он у меня был в гостях, да, вот. Значит, мы несколько раз ему намекали, еще спокойным, скажем так, Бурениным, Алексеем Ивановичем, так, моим, как бы, вот, помощником. Мы несколько раз намекали на то, что уфология, там была такая тенденция объявить уфологию наукой, доказать, что она наука. Мол, методом приведения массы фактов можно добиться того, чтобы уфология была признана наукой. Мы предложили такой вариант. А давайте в рамках Академии уфологии разработаем такую технологию перемещения в пространстве, которая очень близко вот стоит рядом с технологией перемещения тех самых НЛО. Не слышат. Никто не услышал. То есть, если бы мы просто-напросто сделали хорошую теорию, хорошие публикации, да, хорошие доклады, там, видео, самое, эксперименты поставили бы в рамках Академии и сказали бы, ребят, вот вы хотите признавайте, хотите нет, вот оно работает, да, вот такие принципы, и мы сможем со временем повторять те же самые маневры в воздухе под прямым углом, типа, но со временем, да, которые демонстрируют нам НЛО. никто не слышит. Такое ощущение, что мозги заблокированы. Ну, Юрий Николаевич, тут все ясно, давайте двинемся дальше просто, Виктора послушаем. Виктора, насчет автономной энергетики. Да, хотел тоже ответить. Дело в том, что появление новых технических таких устройств широкого назначения как источник энергии, причем с другими свойствами, нежели вот нынешняя энергетика. Там, ну, например, автономность, да, автономность, при том, при достаточно большом количестве энергии, неизбежно поменяет вообще все хозяйство. И здесь есть такой момент, как просто боязнь людей, боязнь неизвестности, боязнь вот этих больших перемен, которые за этим идут. И мне кажется, что помимо разработки вот самих источников энергии, да, очень важно успокоить людей просто как будет выглядеть экономика, как будет выглядеть постепенное влияние на все стороны жизни, потому что люди на самом деле они, вот я в какой-то момент понял, что люди, они не стабильности ищут, они ищут предсказуемости, что если все будет вот однообразно, то это самый предсказуемый вариант. То есть, но предсказуемости можно достичь другим образом, просто если перемены будут рассказаны, если люди будут предупреждены о том, что да, сочник энергии это хорошо, но управление там станет таким, на городах это скажется так-то и так-то и так-то, и так далее. Государство там, не знаю, налогами это может обложить вот таким образом и успокоиться, да, когда эти все вот аспекты гуманитарные, скажем так, они не предсказаны и не предварительно не разъяснены, то получается, что мы шагаем как бы в неизвестность. Это хорошо, новый источник энергии это хорошо, но это за собой влечет некий каскад из изменений вот разных сторон жизни и люди даже влиятельные там, они или тем более влиятельные люди, они говорят, ну, конечно, это может быть было бы заманчиво, но поскольку я не понимаю, что будет, я вижу пресенение и чур меня чур и чур нас всех и давайте пользоваться и там повышать КПД известных технологий. И вот если решать в комплексе задачу с одной стороны инженерную, а с другой стороны научную инженерную производственную, а с другой стороны гуманитарную, экономическую, футурологическую задачу по разъяснению и вообще изучению этого вопроса и именно доходчивому, постепенному разъяснению, то у людей предсказуемость сохранится, то есть они это все, не знаю, почитают, посмотрят и, соответственно, будут чувствовать, что, да, будут перемены, от этого не пострадало. Соответственно, они тогда за вот некую стабильность, за привычное они держаться будут не так крепко. Мне кажется, с этим можно работать и можно вообще поставить со временем дело таким образом, что сопротивление новациям в обществе будет гораздо меньше, чем исторически мы наблюдаем. Сохранять людям вот эту предсказуемость, просто во всех подробностях прорабатывая последствия и разъясняя эти последствия, то, мне кажется, давайте, чтобы не затягивать, двинемся дальше, мнение, как бы, Виктора услышали, в принципе. Тут еще надо, я вот маленькую ремарочку скажу, а вот этих технологиях общаются единицы, в принципе. Тут большая еще работа по вот этой информатизации общества, то есть, что есть это, что это возможно, там и так далее. Потому что многие вообще не задумываются о том, что там тоже работа нужна. Ну ладно, двинемся дальше. Так, я говорил, что вот, но один из главных интересов ученых и изобретателей это возможность издавать в самых разных форматах и чтобы это распространялось широко, да, сведения о своих разработках. Интерес, если мы за него не боремся, вместе, там, отстаивая перед другими общественными группами, то все останется так, как есть. Так, следующий у нас от Гринцевана, значит, следующий тезис, если вы сразу покажете инвестору теоретическую инженерную составляющую, то он также может послать вас, так как он уже все будет иметь на руках, чтобы двигаться дальше без изобретателя. Так, кто что может сказать? Ну, я бы сказал так, вот, из опыта, даже если я опубликую все данные о приборе, с которым, ну, о приборах, с которыми мы сейчас работаем, да, не каждый сможет поставить эксперимент. Они будут мучаться, у них не будет получаться, и большинство плюнет и скажет, что это, как бы, нерабочий, нерабочий девайс, и это было проверено на ряде экспериментов, вот, допустим, когда мы делали эксперимент со звуковой, стоячей волной, куда подвешивали, ну, эти, пенопластовые объекты, с Германии на меня вышли, говорят, помоги, у нас ничего не получается, я им дал все данные, они спалили там кучу динамиков, да, ничего не получается, и вот здесь вот тоже в России, кто-то ко мне обратился, да, и тоже говорит, что пробовали, пробовали, все, как вы писали, ничего не получается, перешли на другие частоты, там, по-моему, 28 кГц, да, а у нас все это от 8 до 11 кГц работало, то есть в звуковом диапазоне, поэтому не так все просто, вот, то есть он увидел только часть, и никто не знает, что еще скрыто в глубинах мозга изобретателя, поэтому выгоднее дружить с теми, через кого пришло знание. Вот я бы так ответил. Может, Виктор бы что-то добавил бы ему? Ну, я согласен. Ну, и опять, еще есть момент вот этой, не знаю, культурной среды, что ли, то есть тоже, ведь те же бизнесмены, они обычно общаются с другими бизнесменами, ориентируются на них, на то, что у них модно и так далее. они могут быть раскрыты, но вот Юрий Николаевич говорит часто про заблокированность мозга, да, людей, ну, вот в том числе общественное мнение и мнение окружения твоих коллег тоже способно так блокировать мозг, и здесь нужно попасть в коллектив тех же самых людей, занимающихся наукой, отчасти принять их шкалу ценностей, их приоритет и так далее, и вот вместе с ними действительно реализовывать новации, которыми они занимаются. Да, но мое мнение лучше бы было в этом состоянии взаимодействия инвестора-изобретателя, да, чтобы эти инвесторы-изобретатели были, так сказать, родственными душами. Вот, имели одни и те же приоритеты, вот, хотели бы того же самого, понятно, что у бизнесмена приоритет деньги, да, но, по крайней мере, когда вот эти характеристики, волновые или вибрационные, о которых мы говорили, у него талант на зарабатывание денег тогда, а у тебя талант на делание, скажем так, чем-то. Ну, в принципе, да, вот здесь вот надо, да, я согласен. То есть, если, это вот к вопросу о том, как вот Дуянов, Дмитрий Александрович посылал всех, грубо говоря, лесом. Ну, ладно, двигаемся дальше. Я могу еще по этому поводу добавить, что вот когда лошадей сменили двигатели в самодвижущихся повозках, то понятие лошадиной силы стало таким вот названием единицы измерения мощности. Они что делают? Они вводят в строй производственные мощности. То есть, можно охарактеризовать предпринимательскую деятельность, да, он создает некую организацию, которая, значит, обладает некими производственными мощностями. То есть, он в экономику добавляет некие новые производственные мощности. Я думаю, что по поводу таланта к предпринимательству, что со временем, вот и в связи с автоматизацией, как и лошадей того, да, их автоматизируют, и предпринимательская инициатива по аналогии с лошадиной силой может стать вот такой вот неофициальной мерой введенных в единицу времени в строй дополнительных производственных мощностей. Да, но опять-таки учитываем, что капитализм это временная система, и она не имеет перспектив, так что дальше будет как-то по-другому в любом случае. Ну ладно, двигаемся. Опять, Green7 спрашивает вопрос, это уже к Юрию Николаевичу, что вы подразумеваете под относительной скоростью? Не помню, разъясняли этот момент сегодня или нет? Нет, ну, все в мире относительно. Вот, единственное, что у нас есть абсолютное, ну, в нашем мире, либо мы так предполагаем, это скорость относительно собственной среды, то есть среда, в которой мы находимся. Представьте себе аквариум, в котором живут рыбки. Вот, рыбки – это люди, а вода в аквариуме – это то, что мы называем эфир, физический вакуум, ну и так далее. Это то, что переносит волновые возмущения. Но, нельзя забывать о том, что сам аквариум вместе с водой, находится в другой среде под названием физический вакуум, который тоже из чего-то состоит. Я предполагаю, что если допустить, что наша Вселенная, ну, которая нам известна, тоже своеобразный аквариум, то и этот аквариум находится в чем-то, что еще более мелкое, и так далее. То есть, мы пока в данной ситуации говорим об абсолютной скорости в эфире, то есть, в той воде, которая для рыбки, для рыбок является вот той основой. Вот. А абсолютно, абсолютную скорость, существует она, не существует, я тоже не знаю. Но для нас, вот скорость относительно среды, в которой, ну, существует вещество, это скорость, ну, как бы мы ее вправе, по крайней мере, на первом этапе, считать абсолютно. Все остальные скорости относительно. Ну, так же примерно считал и Эйнштейн. Он говорил, что есть, скажем так, как же он называл, я уже забыл, что есть абсолютные скорости относительно, так, я сейчас своими словами там по-другому было сказано, вот есть вместилище, которое чем-то наполнено. если что-то в этом вместилище перемещается, то оно перемещается относительно этого наполнения. И это скорость перемещения абсолютная. У каждого объекта вещественного есть своя собственная абсолютная скорость. Но между объектами скорость всегда относительно. вот это надо просто как бы вот этой эквилибристика этих понятий немножко позаниматься, потренировать свой мозг и будет все понятно. Все, мы будем закончить. Следующий от Green7 как бы тезис, даже не вопрос, к Юрию Иванову. Юрий, людям же не только не дают новое оружие, но также не дают просто вольно жить в гармонии с природой, заставляют унижаться и жить в рабстве. Это нормально. Это вполне нормально. Опять-таки мы повторяемся, что с какой позиции смотреть на эти вещи, да? Да, конечно. Есть самое такое высказывание больному стало. И опять-таки смотрите, Юрий Николаевич, тут интересный тезис такой мне в голову пришел. Вот знаете, это самое жить в рабстве, например, тогда, мне кажется, природа так вопрос может ставить, а ты докажи, что ты достоин жить не в рабстве. Может быть, так с этой позиции? Ну и так можно поставить, да? Ну, извините, мы всегда зависим. Вот, допустим, есть же такой пример. Вот есть корова и есть человек, который за этой коровой ухаживает. Да? Кто на кого работает? Человек на корову или корова на человека? Да? То есть, кто для кого раб? То есть, это своеобразный процесс в природе. уезжает, это называется как бы рабство, но попробуйте, пожалуйста, езжайте на необязаемый остров, да? Там вам никто не будет указывать, но у вас там, то есть, где свободу, часть своей свободы меняете просто на комфорт. а если вы будете один, где никто вам не указ, ну, езжайте на Индигирку, там очень много красивых мест. Там и золото можно найти, и алмазы, я так думаю. Да? Никто вам не будет мешать, не надо будет платить налоги. Вот. Ну, и что? Вы не сможете пользоваться ни телевизором, ни машиной, ни... если вы заведете себе транспортное средство в виде самолета, вы опять попадаете в рабство или вертолета. Вам нужно заработать деньги на бензин. То есть, надо там чего-то, куда-то, где-то продать. Вот. Ну, вот так устроена жизнь. Я, собственно говоря, не создавал этот мир, поэтому и до конца ответить на этот вопрос не могу. Я просто привел примеры, которые выражают мою... мое понимание, как бы я ответил на этот вопрос? С точки зрения такого же человека, который находится в этой системе и является частичной работой. Да, тут ответ неоднозначен, это понятно. Значит, следующий тезис от Green7. Максим, ты сначала сам попробуй подобрать команду по вибрационным характеристикам и посмотришь на результат. Ну, кстати, у меня есть наработки в этой сфере. И я вообще социальный экспериментатор, и вообще я люблю наблюдать за поведением людей. У меня как-то это в крови, я не знаю, откуда это идет, опять-таки. Видимо, свыше откуда-то. И поэтому я задачился давно уже этим вопросом. Так что, ну, это тема не сегодняшнего. Ну, Максим, ты имеешь возможность подобрать команду тогда, когда за игрой футболистов стоят деньги. Заметь. Если бы футболистам ничего не платили вообще, так, а еще и брали бы с них деньги за это, что играют в футбол, тогда бы было претендентов на то, чтобы быть членом команды очень мало. Ну, так устроены. Не, ну, они же все футболисты в денежной системе. Представьте, им же кушать надо, питаться. Это уже начиналось. На самом деле, эти же все спорты со студенческих обществ начинались, и они именно что скидывались там и на форму, и на мяч, и на то, что судья там их посудил в соревновании. И есть примеры до сих пор. Например, я был очень удивлен есть в России, да, вот движение игроков в что, где, когда. Значит, да, это интеллектуальная игра, и это огромное движение. Есть чемпионат России, он любительский, это не профессиональная какая-то лига, но там играют просто там тысячи команд из всех городов, и это огромное количество. Вот, так вот, они скидываются на аренду помещения для тренировок, они скидываются на зарплату тренерам, которые подбирают специально вопросы для этих тренировок, потому что это работа, да, нужно же постоянно новые вопросы искать, там, энциклопедические и так далее. Вот, и это существует именно в таком режиме, то есть, это тоже командная игра, команды, там есть турниры, то есть, и охват, и популярность в России очень большая, но при этом оно работает именно так, сами игроки, чтобы играть, чтобы играть на высоком уровне, они скидываются и платят. кто-то имел в виду, наверное, команду в общем смысле слова, но я так для себя вообще сделал однажды такой вывод, я просто занимался профессионально, ну, как профессионально, нельзя сказать, юниорской лиги, скажем так, когда был юношей, да, хоккеем, шайбой, очень плотно занимался, и, в принципе, много аспектов знаю, я думаю, если бы я этим продолжал заниматься, то я думаю, неплохим бы тренером настал все-таки, потому что я понимаю психологию людей как взаимодействие некоторые, но это интересно было смотреть, но это ладно. Максим, вспоминается фильм, помнишь, команда хоккеистов подходит, тренер, мы что, умерли, помнишь такой фильм? А, ну да, битл джус, по-моему, да? Я не помню, да, они никак не могли понять, куда они попали, да, да, в какую аварию попали, ну, хорошо. Кстати, хороший фильм, на самом деле. Ладно, следующий тезис от Green7. Помои, это не только то, что на прилавках магазинов, но и во многих случаях взаимоотношения между людьми на производстве и так далее. Тут как бы есть у кого что? Здесь нечего ответить, можно быть ответить классикам, да, вот, словами классика, да, что бытие определяет сознание. То есть, в какой системе ты живешь, такое и сознание. Если ты хороший человек, если к тебе постоянно пристают, ты вынужден стать огрызаться, потому что, в противном случае, от тебя не отсталут. Но ты при этом, и плюс к этому, в человеке, в каждом человеке сидит множество сущностей. в каждом человеке есть и обманщик, и бандит, и, как бы, вор, но наиболее, скажем так, продвинутые люди, они стараются не выпускать эти сущности или эти свойства своей души наружу. Я бы вот, как бы, сказал. Ну, как есть. У визера есть, что добавить? Нет. Так, ладно, двигаемся дальше. Юрий Николаевич, вас за границей никто не ждет, и вы там можете почувствовать еще хуже, чем здесь. Здесь очень просто на этот вопрос ответить. Я приезжаю в какую-то страну, объявляю себя беженцем, ну, беженцем не по политическим мотивам, да, а просто объявлю, что вот у меня есть там научные разработки, я хотел бы, скажем так, вот, сотрудничать с вашей стороной для того, чтобы тот-то, тот-то и тот-то продвинуть. Если меня оттуда посылают на три буквы, на X, Y, Z, да, то я говорю, ну, хорошо, спасибо, вам это не надо, и еду обратно домой. То есть, я не буду там слишком сильно переживать. И если случайно найдется такая страна, где действительно найдутся люди и почувствуют, что да, за этими разработками будущее, вот там мы и будем по-серьезному разговаривать. Вот. Я думаю, что в этой ситуации просто-напросто и финансирование будет, потому что финансирование небольшое, первый этап я озвучивал, всегда озвучиваю, первый этап не окоробский, 50 миллионов долларов. Для любого государства это не деньги. 50 миллионов, лучше евро. Вот. И тогда мы довезем все это дело до определенного состояния, когда, в принципе, можно будет даже опытную модель, опытную игрушку вывести, вероятно, в космос. И там испытать. Вот. Виктор добавит что-то и там ходил. Просто для того, чтобы искать зарубежовую поддержку, не обязательно уезжать, потому что так вы уедете и как бы вам придется очень быстро ждать реакции. Это издали делать. Виктор, у нас все, мы все уже прописали, какие наши действия. Понимаешь? А у нас уже задействована стратегия, да, скажем так? Да, да, вообще. Тут мы уже не в роли просящих, оно так и надо было, по идее. Ладно. Так, следующий, значит, так, чувствую, что Юрий Суслов это слышит. Ну и хорошо, неплохо же. Нет, Юрий Суслов очень лестно отзывается о ритмодинамике, вот, и когда начинаешь говорить о нем, да, то он, как правило, вот, не дает этого сказать до конца, а я не люблю сильно перебивать людей, вот, поэтому, вот, хотя бы здесь, но я не боюсь это повторить в его присутствии, вот это самое главное, я не прячусь за анонимы. Посмотрите указ президента РФ 208 от 2017 года, а я могу сказать, что, как я вижу эту ситуацию, этот указ, знаю, наверное, все знают майский указ, вот по этим альтернативным технологиям, да, правительству, вот, но я там увидел прежде всего ту ситуацию, да, он известен, его по интернету кидали много раз уже с мая, там просто указано между строк, как бы, в принципе, Путин, он же тоже не дурак, какой бы он ни был человек, он видит, что в Китае, в Китае в том же развивается альтернативная энергетика, другие виды энергетики, и в Индии развиваются сейчас, да, и естественно, мы можем оказаться в ситуации скоро, что нефтью эти углеводороды, они не нужны будут в таком количестве, а может быть и вообще не нужны уже в скором времени, естественно, так как это один из как бы основных фундаментов нашего бюджета, да, естественно, он как бы правительству говорит, что вы придурки, как бы, ну, условно, вы думаете что-то делать или что, я вот так предполагаю, хотя может быть и я ошибаюсь, я бы так объяснил, ты понимаешь, в чем дело, люди этого типа, психотипа, типа Путина и его команда, да, я бы так сказал, на их век хватит, и им по барабану, вот, и эти все укажи, они позволят еще раз распределить деньги. понятно, Юрий Николаевич, туда это, но просто смотрите, вот если я, представим ситуацию гипотетическую, вот я, к примеру, нахожусь во главе страны, я человек непорядочный, я вор, отморозок и так далее, ну, представим, да, так, оба, вот, и все равно я вынужден буду этот шаг сделать для того, чтобы просто не допустить, то есть, чтобы сохранялся статус-кво, потому что, если я вижу, что мы ничего не будем делать в этом плане, то скоро страна, грубо говоря, развалится, да, это тоже невыгодно. Максим, хорошо сказал Сатановский, если бы они, сволочи, воровались прибыль, вот если прибыль появилась, ну, можно немножко своровать, да, а для того, чтобы прибыль появилась, необходимо заниматься вот именно развитием производства, развитием науки и так далее, они только бюджетные деньги, собранные на налогах, распиливают. Ну, это да, но надо сказать, что Путин, он же постоянно об этом говорит, другой вопрос, что это не двигается никуда, то есть давайте новые технологии, давайте на них миру предоставим, там, давайте вот будем зарабатывать на этом, но опять-таки, говорить можно сколько угодно, надо как бы действовать. мы же посылали в разные инстанции, Женя Савынин посылал, вот, как он называется, крутая организация, да, там не то, что не рассматривают, там потеряли настолько, что, по-моему, около недели искали наше предложение, ну, и ответы вообще сказали, что мы никакого ответа не даем, но вы знаете, вот тут как раз мне кажется отделен, я не знаю, это спектакль или нет, тут может быть по-всякому, потому что мы можем наблюдать, что тот же Путин, да, он много раз с трибун говорит о том, что вот недавняя его речь о том, что перед выборами, наверное, я не знаю, но правительство там обращение делало, что нам необходимо здравоохранение развивать, новые технологии. Это он говорит, по-моему, еще, самого первого своего президента. в общем-то, вот это вот очень настораживает, хорошо говорить-то можно, а вот действия где, или не те люди, или люди не подходят, давайте менять команду, то есть, что-то надо делать. Максим, есть, это было во все времена, да? Или это спектакль, то есть, тоже непонятно. Народ, народ, он требует, нет, ну, смотрите, Юрий Николаевич, вот фраза мне его понравилась, она, в принципе, грамотная, вот он говорит, значит, давайте развивать здравоохранение, да, не помню еще что-то, потому что больные, и не профессиональные, и образование, потому что больные, непрофессиональные люди не смогут ничего создать, здесь там прав, вот, почему это не применяется на практике, вот большой вопрос. Как это, почему? Зато очень хорошо применяется на практике, космонавты, ну, понятно, да? Ты вышел с плакатиком на груди, все, куча космонавтов налетела, дубинками тебя поколотило, вот, и все, вопрос закрыт, указ Путина исполнен. Ладно, двигаемся дальше. Я представил космонавтов в первом значении поначалу, думаю, в этом указе говорится, что угроза экономической безопасности РФ это альтернативная технология. по-моему, это любой трезвый человек понимает, это не надо указов особо. Так, ладно, Green7. Недавно один из бизнесменов из США на глобальной волне утверждал, что альтернативная энергетика в США на государственном уровне также запрещена. Ничего не знаю про США. Вообще, по-моему, ни в одной стране мира нет закона, что где-то что-то запрещали бы вот так, прям законодательно. Это какая-то ерунда мне кажется. Нет, ну как, значит, запрещено пользоваться изделиями, которые ты сам изготовил в своем подвале. Ну, типа, сделал табуретку, нет, ты должен пойти купить. То есть, таких законов, по-моему, нет. Да нет, так альтернативная энергетика, опять-таки, надо разобраться, потому что в США, например, это солнечные огромные те солнечные электростанции стоят тоже альтернативной энергетикой. Ну, хорошо, я пропускаю этот вопрос. Ладно. Green 7 опять. Так, опыт военных СССР говорит о том, что про инопланетян уже давно известно, но эта информация засекречена. От кого? Не то, что засекречена, в принципе, посмотрите видео Черноброва, вот кто для зрителей будет смотреть. Некоторые, у нее есть видео целое на тему архива советских, значит, вооруженных сил Советского Союза, да, это совершенно открытый архив, там совершенно открытая информация, и все военные знают, и все военные, ну, многие военные, они все прекрасно знают, и генералы знают, и так далее. Вот вопрос только в том, что мне вот непонятен вот этот вот вопрос, как бы вот эта позиция, что, представьте себе, вот мы знаем, что видели и наблюдали наши подчиненные, ну, мы генералы, министерства обороны, мы знаем, что наши подчиненные периодически присылают доклады с наблюдением НОО, это все реально, это все имеет место быть. А почему тогда у нас не стоит вопрос, что если кто-то летает таким образом за пределами наших возможностей земных, да, то почему бы нам не попытаться создать такую технику? Опять-таки, вот почему этот вопрос никто не ставит? Это разумно? Да, мы ставили вот в Академии уфологии этот вопрос. Я примерно так же вопрос ставил на низких докладах, на которые в принципе был приглашен. Никто не слышит. Никто. Блок, стоит блок в голове у людей. То есть, это, ну, как бы тебе сказать? Ай, или даже много раз наблюдаем, да? И мы завязаны на какую-то отрасль. Почему бы нам в голову не придет того, что если это возможно, так давайте сделаем такой же, попытаемся сделать. человек, человек может, скажем так, ну, мы говорили, что финансироваться могут только те проекты, которые на государственном уровне понимаемы. То есть, если ты не поймал на нолое, не принес питающую маленькую тарелку, да, то они этого не понимают. Всем, это за гранью, нет, я сказал, что может заблокировать, да, поэтому это за гранью эти блокировки. Блок. То есть, нет, нет понимания, что это возможно для земли, для землян. Американские военные в свое время, я просто где-то читал, а высказались примерно так, что легче сбить летательный аппарат пришельцы? А, ну понятно. Да, чем надеяться на то, что... Инженерной карты, грубо говоря, не да? Да, надеяться на то, что вот наши ученые смогут эту загадку разгадать. Ну подождите, Юрий Николаевич, смотрите, а тут же, знаете, как вот по природе оно так получается, и еще Христос говорил, да, ну это слова хорошие, ищущим, ищущий, как-то да, найдет, или что-то, то есть необходимо, наверное, ставить цель вообще изначально, а давайте сделаем, а если мы не ставим цель, то, конечно, мы не будем. Максим, таких шизиков я видел много, ну не очень много, но видел. Один из них был присутствовал на Зигелевском чтении, да, красивый, нормальный, Юрий Николаевич, я смотрю, как, я согласен, смотрите, представьте ситуацию, вот, я не знаю, сталинские времена, вот, когда бомбу атомную разрабатывать, к примеру, да, когда она, конкуренция нужна была, да, вот в те времена, допустим, или, или подобные времена перенесем на сегодня, и представьте, Сталин ставит задачу кому-то, что собрать все, кто говорит, ну, на территории России, собрать всех, кто говорит, что он может сделать, и наша задача построить инопланетный корабль, такой же типа, вот, то есть, задача должна, я думаю, это можно все, и людей отфильтровать, и все, если заняться по-серьезному. Максим, это бесполезная трата времени обсуждать, потому что, я считаю так, что, если система, в системе не прописана это по программе, это сделать невозможно. А, значит, это не созрели, да, как приходим к тому. Да, невозможно, у людей просто мозг не включается. Я это видел много. Тем не менее, природа таких людей, как вы, она не убирает, значит, это что-то тут не совсем так, не бьется. Ну, это опять-таки, опять-таки, это заслуга природы, это не моя заслуга. И те знания, которые, скажем, вот через меня иногда время от времени не проходят, это не мои знания. Или может, природа смотрит, ну, как это, условно смотрит, на реакцию, на реакцию человечества. Ну, типа того, что, знаете, вот это самое, на самом деле, в ритмодинамике вообще все рассказано. Для человека, который имеет огромные возможности лабораторные, там все есть, на самом деле. Дело я не хочу. А природа, типа, наблюдает так, воспользуется кто-то или нет? Ну, ладно, включатся ли мозги? Или не включатся? Да. Не включаются. И я не виноват. Так, Green7, я сам лично видел НЛО несколько раз, один раз на Кипре, НЛО как часы. Ранним утром вылетала из моря и улетала в небо. Сложил ощущение, что это НЛО курсировало как рейс по расписанию. В принципе, много. Я завидую. Да, много кто видел НЛО. А, кстати, вот в этих военных архивах еще советских времен там много этих случаев, когда именно из-под воды вылетали огромные корабли, и наши эти все главнокомандующие подводных лодок, они все прекрасно знают, там многие в шоке были. Потом для них стало вообще обыденностью это явление. Там, говоришь, стоишь на вахте ночью. Ух, огромный такой, там 100 метров. Поднялся, потом бух, взмыл в небо. Давай дальше, потому что время все еще. Так, благодарю за ответы, Green7. Засекречено от простого народа. Ну, не совсем засекречено, тут я бы тоже не стал. Green7, извиняюсь, не на Кипре, а на острове Крит. Ну, в принципе, где-то там рядом. Так, ну, Виктор хотел что-то еще добавить. Нет, я хотел попрощаться, потому что уже время. А, ну, все, мы тогда тоже завершаем сейчас. Конференцию. Вот, было очень приятно. Но сегодня объемная конференция получилась, много чего задели, это интересно. Ну, мы просто задели, сильно не разжевывая. эта конференция просто как бы посвящена тому, как я вижу лично. Чтобы и другие люди, которые хотя бы присматриваются, кто-то в науке что сделал, понимали, что тот же самый Иванов, уж извините, вот, не настолько материалист. То есть, могу просто о себе сказать, что во мне очень четко разделены две как это два свойства. И по страхе. Да, одна часть меня жесткий материалист, очень жесткий. А вторая часть это очень крутой идеалист. И вот они уживаются и помогают друг другу. Вот. Если бы я был жесткий материалист, да, то, наверное, таких бы разговоров, разговоров и рассуждений с моей стороны конечно не было. Я бы сейчас сказал, так, ребята, пять минут прошло, мне пора бабло зарабатывать. Идти. Вот. Ну, что-нибудь в этом духе. Хорошо. Я благодарю всех, кто слушал. Да, ну, от себя еще добавлю, вот как бы резюме. И завершай, да? Да, и завершаем. Ну, что, типа, значит, вот мы сегодня постарались вопрос этот задеть. Мистическая сторона жизни не науки, Вот. И если так с моей позиции говорить, я думаю, Юрий Николаевич тоже придерживаюсь такого взгляда, что мистика это такое условное понятие, оно всегда туманное, это туманное, туманное, как бы это сказать, туманное предопределение нашего пути, что ли, развития. Мы всегда, то есть мы в какой-то момент времени в развитии цивилизации сталкиваемся с этой мистикой, научно ее обосновываем, двигаемся дальше. И всегда есть вот этот предел познания, за пределом познания мистика. Это то, что пока непонятно. Вот. Там, допустим, вот как я приведу пример, многие говорят, что другие измерения, там параллельные миры, это нечто там энергетическое, да, непонятное, эфемерное такое. На самом деле ритмодинамика говорит о том, что это такие же материальные пространства, просто материя немножко по-другому статкана и структурирована, имеет другие вибрации и так далее. И если ты это понимаешь, имеешь возможность перемещаться с этих пространств, для тебя уже ничего нет такого эфемерного, непонятного. Ну так что, вот я думаю, такое мое определение. И тогда всем удачи, всех благ, здоровья, счастья. Все, и как говорится на старухе, стоп снято. Да, стоп снято. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok